У меня теперь религия, тоже норвежский метод. Что мне делать? Если бы я её тренировал, я бы убил её. Газоанализатор. Это кровь, лактат, пульс, датчик доставки кислорода. Что? Да, свекольный сок. Мне говорили, ты этим не заработаешь, но это принесло всё. Есть разные агрегатные состояния свеклы. Да, я просто хорошо люблю, да. Твёрдая шутка, каменка, он свекольный. И вот туда меня зауважали. Я пришёл в триатлон, там все тупые. Что? Я триатлет. У меня чугунная разделка. Ты завязал? Паркур, это не шутка. Друзья, всем привет. Добро пожаловать на очередной выпуск подкаста «На волне Айронстар». И с вами его ведущие Елена Ерёмичева. И Сергей Макеенков. А наш сегодняшний гость — спортсмен года, тренер будущего чемпиона Елены Ерёмичевой. И это... Василий Пермитин, добро пожаловать. Добро пожаловать, Вася. Всем привет, привет. Итак, наступил этот момент, когда наконец-то мы собрались в нашей студии. Вася, спасибо большое, что пришёл. И я откладываю в долгий ящик. Давай-ка ты нам расскажешь, а как вообще началась твоя спортивная жизнь, карьера? Ну, так и началась. Бабушка, дедушка, тренеры, родители, тренеры, профессиональные спортсмены. И несмотря на то, что в детстве мне очень нравилось, в принципе, мне спорт нравился, я на родителей смотрел, мне хотелось заниматься. Ну, меня зачем-то ещё и заставляли этим заниматься, хотя и так любил, с огромным желанием занимался. Вот так и получилось, что как-то я сначала плавал, потом бегал, и потом вот всё подряд и в триатлон занесло. Страшно подумать, куда ещё можно занести. То есть сначала плавал, а потом бегал? Да, да. Мне просто казалось, что ты бег... Первый вид спорта плавал. С 7 до 12 первый. Ну, вот когда прям меня целенаправленно отдали в какую-то секцию, это было плавание. По-моему, в первом или во втором классе. Пять лет я проплавал, потом мне уже дико не нравилось. Я там бегал лучше всех, но плавал хуже. Ну, потому что я был помладше в группе, там на год получается младше из-за того, что я ноябрьский. Там ребята уже все на голову выше, крупнее. Я помню каждую тренировку мы ныряли, меня просто по несколько бассейнов наворачивали. Дети ещё такие очень жестокие обычно, меня чморили, и, короче, мне это не нравилось. Раз мы сдавали нормативы по... ну, общей по ФП, там был кросс на 2 километра. Я встал, выиграл что-то секунд 30 у второго места, ну, прям на голову выше. И вот тогда меня зауважали, мне хотя бы стало комфортно в группе заниматься. Вот, поэтому плавание, да, было первым видом спорта. Потом я уже как бы ожидаемо пошёл в лёгкую атлетику. Плавание не нравилось. Что-то мне сказали, ну, походи к бабушке. Бабушка в школе просто, ну, деток тренировала, там набирали. Сначала просто там всякие ОФП, там, баскетбол играли, что-то такое. Ну, и потом потихонечку к дедушке. Дедушка уже там специализированная лёгкая атлетика. Ну, и вот потихонечку начал бегать. К своим бабушке идёшь? Да-да-да, к своим, конечно. Нет, просто может быть, к какой-то к знахарям. Там бабушка принимает. Сходи к бабушке в соседнюю подъезду. Так, ну, тогда поясни, у тебя, получается, 4 тренера в семье. Кто чему тренировал? Меня? Нет, вообще, вот у тебя мама, папа, бабушка. Да, кто какими видами занимался? То есть, ну, получается, дедушка занимался всем, кроме лёгкой атлетики. И так получилось, что он основной тренер по лёгкой атлетике. Он занимался велоспортом, конькобежным спортом, лыжами. Не знаю, возможно, что-то ещё я упустил. Но стал тренером по лёгкой атлетике, по ОФП, там, в футбольных клубах тоже тренировал. Бабушка тренер по баскетболу вообще изначально. Ну, у неё баскетбол лёгкая атлетика тренировала. Вот, ну, а родители уже, они сами бегали и, ну, в лёгкой атлетике всю жизнь были. То есть, они тренеры по бегу, по лёгкой атлетике. Вот, ну, и занимались, и тренируют, соответственно, уже чисто бег. Вот, и мы шутим, что я, наверное, в дедушку пошёл, что у меня тоже такой мульти-спорт, я что-то одно-другое. Вот, и не знаю, к чему это приведёт. Ну, а было у тебя такое в детстве, что, несмотря на то многообразие, которое тебе предоставляет семья в выборе видов спорта, хотелось чего-то вообще другого, типа, там, в футбол поиграть, не знаю, в баскет? Не, в футбол всё-таки я по спорту больше, но хотелось... Да, я очень много чем увлекался. Из таких скейтборд, ролики, велик, там, всякие прыжки, дропы, откуда только не прыгал. Паркур — это, на самом деле, не шутка. Реально, паркуром я очень так увлекался. Брейкданс, акробатика. Ну, акробатика — это с гаражей в сугроб, ну, или куда получится. Ну, вот из спортивных активностей. А как это увязывалось? Я тебя когда, ну, так, на радаре, у меня, по крайней мере, ты появился, там, я не знаю, мне кажется, какой-то год, 14-й, наверное, ну, какие-то такие, там, адидасовские времена, так скажем. Ну, это 15-й уже, там, конец 15-го, адидасов. У меня как бы было понимание, что ты, ну, там, условно-профессиональный легкоатлет. Ну, или, там, может быть, вот, горный бег. Ну, да-да-да. Ну, горный бег — это вид лёгкой атлетики. Я сейчас, наконец-то, кстати, разобрался, что такое, почему, значит, горный бег — это лёгкая атлетика, трейлранинг — это лёгкая атлетика, а скайранинг — это альпинизм. И в чём разница? Я вообще не понимал. Типа, мы бегали, а вот просто добавили, когда вот я как раз в 15-м году, последний раз мы за границу съездили на тот момент, когда сборную отстранили с Димой, с Катей ещё Митяевыми на чемпионат мира, по горному бегу, и в этот же год добавили трейлранинг. Мы такие, блин, а в чём разница-то? Есть же вот в лёгкой атлетике дисциплина горный бег. Вот, сейчас я разобрался. Ну и в чём? Чтобы мы тоже разобрались. Короче, горный бег — это вот, если от лёгкой атлетики идём, есть кросс по пересечённой местности. Это то же самое, что кросс, только есть дисциплина вверх и вверх-вниз. У тебя есть правила, там, небольшие отличия по покрытию, и у тебя обязательно должен быть набор перепад высот. Ну и, соответственно, если вверх, ты всё время вверх бежишь, если вверх-вниз, у тебя дисциплина вверх-вниз. Они так меняют каждый год, чемпионат мира и чемпионат Европы. Есть альпинизм, и у них есть... от них идёт скайранинг. Это типа по горам, там тоже разные дисциплины, у них от каких-то там... С высоты начинается. Да, там с 2500, что-то такое. Вот, а трейлранинг — это посередине. То есть трейлранинг — это может быть бег по ровной тропинке, может быть вертикальный вот этот километр, может быть вверх-вниз. Без правил, короче. Получается, трейлранинг... То есть всё, что не асфальт, они не так говорят. При этом асфальт там тоже может быть. Я вот сейчас летел, смотрел такая есть самая... В трейлранинге престижная из таких динамичных дисциплин Golden... этот... Golden Series... Golden Trail серия, короче. И там у них финал сделали, там этот... Как бы несколько стартов, финал. И там им, короче, замутили в какой-то городок у моря. Тут гора. Они по этим скалам прыгают, по городу, по ступенькам. То есть это может быть рельеф городской, может быть... Это как Urban Trail, типа, может быть скалы, может быть там... Многогранен. Он очень многогранен. Вот. Ну и тогда я, да, 15-й год как раз я уже бегал за сборную. Вот я с 2010 года по горному бегу. То есть на тот момент это уже был четвёртый чемпионат мира, по-моему, мы ездили. Так вот, у меня вопрос был, что не мешало ли тебе вот этот вот такие сайт занятия, но особенно экстрим вот этот... Весь этот велосипедный экстрим, там ролики, скейты, это же всё такое ломучее очень. Ну да. Не мешало? Ну вот сейчас иногда это сказывается, там какие-то травмы остались. Но, наверное, это всё равно как-то разносторонне развивает. Плюс, наверное, такое качество во мне сформировало, то, что я очень умею увлекаться, и мне, поскольку запрещали всё время, я очень хорошо делал то, что мне запрещают. И вот я совмещал там лёгкую атлетику, и там потом, например, вечером куда-нибудь после школы по гаражам побегаешь, попрыгаешь. То есть мне дико нравилось это всё, и вот как бы как-то так... Ну, энергии много, когда совсем юный, молодой. Ну, короче, это всё как-то сочеталось. Слушай, а как вот... Ну, то есть, условно говоря, ты же сначала был в традиционной лёгкой атлетике, прежде чем перешёл на нетрадиционную её часть, в горный бег. Нет, ну всё равно это более такой редкий всё-таки вид. Вот этот переход, он как произошёл? Значит, как было дело? Ну, сначала, да, классическую бегал, там дорожку, ну, шоссе, ну, шоссе там какие-то пробеги, кроссы нормально получались. И, ну да, мне такие более сложные трассы мне давались, потому что у меня первая вообще медаль, ну, такая как бы серьёзная, это в 14 лет я поехал на чемпион... Ну, это первенство России по кроссу называется, и мы там с дедушкой готовились, я первый раз на сборы поехал в Кисловодск, то есть именно на сборы сам. То есть я там всю жизнь провёл, но вот с родителями просто в детстве. А тут, значит, у меня было условие, что я там с одной четвёркой заканчиваю, меня отправляют в Кисловодск. Я ходил, бился-бился по математике, мне так и не поставили, две четвёрки, я в слезах пришёл домой, папа такой, ладно, собирайся. Я счастливый на сборы поехал, для меня там было там... Ты бы мог вместо этого тройку получить, это была бы тоже одна четвёрка. Ну, кстати, тогда я был такой смекалистый. Да не, меня бы убили тогда бы точно, заверзал бы совсем. А ты такой, ну какой это Зэ такой? Не, ну типа мне строго на самом деле, я очень хотел заниматься, но, например, если у меня были там плохие оценки, ну, относительно, то есть я и отличником был, мне, например, не разрешали в Манеж ездить. В Челнах у нас как бы есть новый город, есть старый, ну, это, грубо говоря, там надо 40 минут ехать. Мне не разрешали, допустим, ездить в Манеж, я там по лыжной трассе, по сугробам бегал работать, вот мне до того хотелось и нравилось, поэтому как-то вот и заставляли, запрещали одновременно. Это какое-то суровое манипуляторское воспитание. Да, вот интересно, кстати, когда у тебя твои тренера, это, ну, фактически там родители, бабушки, потому что я вот сейчас даже с дочерью и то, я вот понимаю, что если бы я ее тренировал, ну, мне кажется, я бы убил ее. Да, реально, из меня бы тренер очень жестокий был, потому что я сейчас сюда даже ехал, мы обсуждали, там она на теннис ходит, и вот у нее там, ну, что-то она, короче, сегодня на физре там пробежала какие-то ускорения, и у нее, типа, ноги болят, я говорю, я не понимаю, как она год ходит на теннис, и у нее ноги после бега болят, я говорю, что-то там с тренером по теннису не то, может быть, я должен, и я там, короче, всех, ну, напедалил, типа, а как так происходит, вот, а почему, ну, все равно какая-то у меня понимание-то есть, все равно какой-то подготовки, я говорю, а как так может получиться, что человек год ходит на какие-то тренировки, и у него после... И ноги не болят. Да, и у него ноги не болят, тут у него после пробежки там какое-то ускорение, ноги заболели. Я говорю, что-то где-то не так. И вот, ну, у тебя были ли какие-то с этим связанные такие каусы? Ну, или там, легко ли это, или тяжело? Когда родители... Нет, ужасно. Я бы... Ну, такой уже, какой есть опыт. То есть я, наверное, благодаря этому такой, какой спортсменом года стал всё-таки. Вот. И чемпионку ещё воспитаешь. И чемпионкой, да. То есть в целом это... У меня тут как раз есть вопрос. Позволяешь ли ты ученикам расслабляться, алкоголем, ну, в общем, всё, что интересно чемпионку. Я очень стараюсь не показывать им дурной пример, но получается плохо. Вот. Ну, короче, это ужасно, потому что, во-первых, я смотрел на обычных детей в группе. Там у нас были ребята, у них там брат сидит, папа сидит. Где он сидит? Ну, в местах не столько отдалённых. Там у тебя бабушка, знатарка. Ну, короче, как бы не самая благополучная семья, при этом они ходят в секцию, там пробегут по личному рекорду, все радуются, их поздравляют. То есть они вот прям... Не, ну кто все? То есть, ну, твои родители... Ну, семья их, например. А твои, ну, родители, как тренеры, они были так же строгие. А меня, например, когда я первый раз выиграл Россию, меня из дома чуть не выгнали в этот день. Вот разница. Что ты... Я как бы не могу себя адекватно воспринимать и оценивать вообще как-то свои достижения. Типа не дожал ты, ну, мог бы лучше. Ну, вот как бы все обесценивалось. То есть... Ну, вот у меня до сих пор я как бы... Ну, это все шутки, конечно. Ну, и, ладно, спортсмен года действительно классно. Что уж там никто уже не получит такого. В этом году, по крайней мере. Ну, это все уже потом после не то. Надо было именно в этот год в Олимпийский выиграть. Вот, так что, в принципе, триатлон уже не так интересен. Ну, ладно, это все шутки. На самом деле сложно потом оценивать и радоваться каким-то... Ну, вот... Достижениям. Достижениям, потому что... А это важно, потому что вот у тебя здесь и сейчас есть, пусть ты там не чемпион мира, но это важная ступенька, чтобы следующий, 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 и ты так растешь. А когда ты постоянно как бы думаешь, вот я сейчас тут, а ты не тут, и ты вот постоянно вот это падаешь, расстраиваешься, на тебя давят. Вот мне обязательно надо так. Ну, как же у тебя там мама, папа? Еще постоянно, когда тебе капают, что вот мы в твоем возрасте бежали так, а ты там не можешь. И вот это все, конечно, удовольствие от спорта дико снижает уровень удовольствия. Но, тем не менее, я как бы параллельно это все любил, мне интересно было. Ну, вот такие муки. То есть оно как бы неоднозначное отношение к этому. Ну, вот ты вот в твоем телеграм-канале последний или предпоследний пост писал про то, что тебе понравилось на забеге вчера. То, что ты не за результат, а за то, что тебя любят такой, какой ты есть. Ну, это в результате вообще, наверное, какой-то уже там большой работы, проделанной с собой. То, что... Ну, я как бы сам стараюсь все-таки адекватно на себя смотреть. Вот я сейчас сюда ехал, ты говоришь, как тебя представить? Ну, я так подумал, вот просто как будто бы я это не я, вот другой человек. Ну, действительно, достаточно много, что можно сказать. Ну, что-то ты в этой жизни сделаешь, что можно как бы этим немножко гордиться. Вот, мне как бы это тяжело. А про наслаждение в посте написал про то, что у меня горный бег получался как раз хорошо. Это была такая ниша. Вот вопрос-то был про переход. Бегал кросс, дорожку, и потом просто у нас ребята, Ренас бегал, стал бегать. Ну, просто есть такая дисциплина, попробовали, он там что-то на чемпионате мира по юниорам десятый, что ли, стал. И мы такие, типа, ну, давай тоже попробую. Я такой, ну, давайте. Меня там заявили на какое-то первенство России по молодёжи 23 года. Я выиграл, типа, с первого раза отобрался, там, в 19 лет по взрослым на чемпионат Европы. И как бы вот пошло, ну, там, вообще на другом уровне. Вот. И как бы я там то, что в горном беге показывал относительно там дорожки, ну, сильно выше уровень был. То есть я там с чемпионами мира там зарубался. Ну, то есть такие, кто сильно бежит дорожку. А по дорожке не очень получалось. Ну, и вот как бы так я был представлен в горному бегу. И поскольку это такая ниша, как бы, когда папа бегал, ещё не было этого. Получилось, что туда никто залезть как бы не... Ну, то есть мне говорили, что это вот для чайников, там никто не бегает. Ну, тоже пытались как бы обесценивать. Но, тем не менее, это такое какое-то осталось. То, что мне как бы очень хорошо давалось. И, ну, параллельно это вот я сколько поездил, там, 4 чемпионата мира, 3 чемпионата Европы. С малышами как-то представителем команды ездил, просто возил их. Там тоже очень прикольный опыт. И это просто места дико красивые. То есть такие трассы, ты фотки смотришь, думаешь, блин, просто вот сам по себе офигенный вид спорта. Вот, и вот это всё всегда нравилось. Ну, потом как-то вот там триатлон получился. Триатлон как бы тоже офигенный вид спорта. Но во всём своя красота. Вот, и про то, что я в посте писал, что мне всегда, в принципе, это нравилось. То, что и давалось хорошо. И плюс вот это выглядит клёво, там, зрелищно. То есть всё как бы... Я вот немножко сейчас думаю, что для души больше делать не за результатами гнаться. Ну, результаты сами собой будут. Ну, вот, короче, то, что всегда очень нравилось. Слушай, а как вот с Адидасом? У меня на самом деле два вопроса. Ты сейчас вот ваше татарское трио как раз частично коснулся. Я про него хотел тоже спросить. Ну, потому что у меня-то как раз вы вот... Ну, вот да, с тех времён. Да, с тех времён как-то вот у меня вот эти вот три полоски. Вы втроём. Это... Ну, ещё я тогда в этом в Разбуди район был. И вот вся вот эта движуха тогда была. Ну, и как бы, конечно, вы на тот момент были... Ну, не то, что... Ну, как бы у меня-то, наверное, нет. Но в целом всё равно вы одни из самых популярных, наверное, на тот момент такая тусовочка была. Вот интересно, как... Во-первых, как в Адидас, там, ты попал, да? Да, и вот я-то, например, не знаю вот эту вашу историю. Вы там как-то из одного города или как вы вообще втроём оказались? Как Татарстайр получился? Да-да-да. Как вот эта вся движуха там образовалась из вас троих? Знакомы. Мы были с Ренасом, мы бегали с детства, там, не знаю, первый раз. Мы что-то на первенстве Татарстана ещё в году... В 2002, что ли, бежали, в 2003. Это ещё когда вот в Казани есть манеж крытый. Ну, как бы уникальное сооружение, потому что 400-метровых манежей, как правило, не бывает. Вот тогда это ещё был просто стадион в поле. То есть была дорожка, не было ни крыши, ничего. Вот тогда мы с ним первый раз бежали по этой дорожке, что-то 3 километра, что ли, вот, на чемпионате республики. И с Искандером мы познакомились вообще в Москве уже в 15-м году, когда я в Элла в раннинге работал, туда он так назывался. И мы что-то его, команду типа элит хотели сделать, и Искандера вот как бы тоже рассматривали, что-то вот как-то так мы с ним пересеклись. Вот, потом мы как-то просто дружили все этим, давай типа сделаем, кто-то где-то ляпнул, пошутил, типа Татарстайр. Ещё у нас Марат Аксянов был тоже. И мы, получается, Марат просто татарин, но он из Волгограда родом. Но он как бы язык знает всё. Ему получилось такие 4, там, полутатарина, там, 4 человека, там, 2,5 татарина. Вот, и получается, потом, значит, Адидас, ну, как бы мы же в Адидасе уже это придумали, эту тему. В Адидасе меня позвали заменять тренировки Милан Милетич, наверное. Да, я это застал. Лена, наверное, не застала. Вот, Милан попросил, а он проводил тренировки, там был типа трейл, аутдор, так было, не Терекс, аутдор. Вот, он попросил заменять тренировки, я ходил, потом я говорю, что-то давайте там какую-то движуху сделаем, лекции, что-то там, какие-то идеи. И меня позвали в офис, такие, он говорит, ну, давай тренировать, я говорю, тренировать, ладно, давайте типа вот это, они такие, блин, подожди, ты нам нужен, и как бы такие, всё, типа, ты никуда не уходи, мы что-то там и с Найком общались, и Найк там что-то хотели предложить. Ну, вот какие-то просто активности, не там в плане, как там атлет, вот. Вот, и потом они нам в итоге предложили как бы стать контрактными атлетами, одним из первых, я сразу Ренаса, мы куда-то вместе на старт улетали, и говорю, поехали в офис, сейчас договоримся, и вот нас с Ренасом взяли на контракт, как спортсменов контрактных, и потом ещё до Нового года, я говорю, вот ещё Искандер классный, он тогда ещё у него даже Инстаграма не было, я говорю, вот типа классный чувак, тоже обязательно его возьмите, он вот прям типа перспективный, ну, типа интересный, и его взяли. Ну, у нас хорошие были, Катя Сонькина, может быть, ты её тоже застал, вот, Катя, привет, вот, и вот нас взяли, мы как бы в Адидасе стали бегать, и параллельно какие-то такие штуки придумали. Прикольно. Вот. Так, ну, раз уж мы копнули совсем вглубь, ты... К ретро-выпуску. Да, у нас что не выпуск, то всё время какая-то отсылка к ретро. Ты рассказывал, что у тебя вообще журналистское образование. Да. Это тоже был какой-то протест родителям, или, ну, как вообще так вышло, почему ты не пошёл там в профильное, физкультурное какое-то? Ой, нет, это мне сразу сказали нет, то есть родители сами, так сказать, никакого физкультурного образования, потому что это не образование. Ну, по факту, как бы, так и есть, потому что, ну, на тот момент, там, где учились, куда поступать, это было вот просто для галочки, ну, типа, ходишь, тебя отмечают, это не образование. То есть меня всегда заставляли много читать, и прям вот учиться я всегда сам учился. То есть никогда мне не было что, мне там, мне помогало, когда я уже бегал, но я поступал, сдавал сам, и плюс ещё какие-то бонусы в универе уже были, то, что я ещё и бегал. Ну, условно, я там по ЕГЭ проходил, но там не с запасом, но то, что я бегал, я был там одним из первых в списке, потому что такой им студент был нужен, вот. И когда я заканчивал, я вообще хотел в театральное поступать, вот, но как бы... А родители бы одобрили такое? Ну, говорили, нет, я говорю, ну, я хочу журфак, они такие, ну, тоже типа такое. Мне всегда говорили, ну, вот тебя спорт и журналистика кормить не будут. Получилось, что именно это и кормят. Вот, и я такой, что-то мы перебирали, там, международные отношения, там, даже ВМК, хотя какая математика. И в итоге на ИСТФАК я поступил, проучился год с небольшим, потом мне дико не понравилось, там, с ректором, какая-то обидность... В каком городе ты учился, хотя бы в УСТОМ назовите? В Казани, в Казанский государственный университет поступал, но закончил Казанский федеральный, потому что реформа переименовали, вот. Ну, короче, окончил КФУ. Мне, как раз я первый раз выиграл Россию, отобрался на Европу, там что-то в семье еще, там, с бабушкой со здоровьем было. Короче, какая-то такая ситуация, экзамен был по, там, древней истории. И я, типа, прихожу, готовился, там, ночью не спал, сдаю, ну, как бы так, не очень, что-то мне там трешку, условно, три ставят. А ребята, которые... ну, или что-то нет, хуже даже, там, минимум баллов. Ректор, ой, не ректор, господи, завкафедры принимал. И... а другие ребята просто пришли, он говорит, типа, минимальный балл согласны, они такие, да. И он им поставил больше, чем мне, хотя я сдавал. Я такой, идите-ка вы... Пересдавать. Лесом. Не, мне как бы поставили, я говорю, а почему, ну, как так? Ну, помимо того, что еще каких-то там, ну, я еще что-то там для универа, спорт, все дела. Но это вообще никогда, как бы, ну, с этим я не лез. Вот, и в итоге я такой, да пойду я на журфак. И я такой сам психанул, пошел к проректору, а это, типа, второй после ректора человек. А вуз это огромный у нас, один из крупнейших в России. Я тогда не понимал, просто я записался, пришел, я говорю, я хочу перевестись на журфак. Он такой, ну, там нет, типа, бюджетных мест. Он такой, а ты у нас кто? Я говорю, пермитин. Он такой, а, да-да-да, типа, там что-то спорт, вот ты. Он такой, ну, ладно, переводись. И он мне просто, мне сделали бюджетное место, я перевел все, ну, с бюджета на бюджет. Сам, типа, все сдал сам. Мне даже там было не принимали по отечественной литературе преподаватель. Я просто ходил такой, говорю, а что за задание там? Ну, давайте я доделаю. Она такая, типа, иди. Я такой, ладно, подхожу, она меня так футболит. У ребят спросил, мне дали задание, сделал задание. Прихожу, она такая, нет, да ты вообще не переведешься, потому что я в свое время хотел в МГУ перевестись. Типа, а ты и не перевелась, и ты не переведешься. Я такой, я пошел, короче, к завкафедре по отечественной литературе. Сдал, она говорит, давай, давай к нам на филологический. Я говорю, я уже на журфак. Все, она прям, ну, типа, классно, все сдал. Вот, ну, все, я перевелся на журфак, и в итоге окончил журфак. Телевидение, специальность, вот. Ты, это все в период, когда ты спортсменом был? Да, активно. Просто вот как так получается, что у каких-то спортсменов получается учиться, ну, полноценно и тренироваться, а у 90%, или там, у большого, ну, явно большего процента спортсменов получается только тренироваться. Ну, да, типа, чтобы получать результаты в спорте, ты должен быть 90%. Ну, типа, жить, да, там, где-то в училище, там, формально относительно ходить на учебу, но это, там, ни для кого не секрет, понятно, что там тоже есть те, кто учится, но в целом это такая история, вот, для галочки, и большинство, конечно, не делают, как ты. И как будто бы это очевидно, потому что, ну, даже вот с кем мы общались, ну, все вокруг, да, там, вот эти, там, три тренировки в день или еще что-то, ешь, спишь, тренируешься, все. Ну, и между этим ты ходишь, те галочки просто ставят на, там, на занятиях. Ну, я очень там сейчас, может, грубо. То есть получается, что можно учиться и тренироваться? Ну, не всем, не все же, там, спортсменам год стоят. Ну, да, только хотел сказать, да. Ну, еще есть, ну, у нас подкаст с Брагинским, и там есть методы, как все успевать. Ну, меня как-то всегда приучали так родители, что, типа, надо все равно... Надо быть умным. Ну, надо быть умным, надо быть с головой, типа... Ну, вот это, кстати говоря, что ты вот умный, ты там язык, память хорошая, языки там хорошо. И мне как-то в этом плане, мне вот вера в себя нормальна. То есть я как-то всегда вот... При том, что я раздолбаю, но это какая-то дисциплина. Я всегда там учился, тренировался. А потом же, как бы я понял, меня такие примеры вдохновляли спортсменов, которые вот, типа, что-то еще делали. Например? Например, на то время или вообще? Ну, да, какие примеры тебя вдохновляли? Ну, вот ближайшие, например, швед, который там по норвежской методике тренируется. Ну, у него суперфеноменальные результаты. Вот он вот этот сезон бомбил. У него, правда, травма. Он там до Олимпиады не добрался. Отобрался на Олимпиаду, но из-за травмы не поехал. Он, например, что-то... Блин, у него какое-то образование, типа, аналитик. И он работает аналитиком в IT-компании, которая разрабатывает платформу, который там искусственный интеллект, генерит, обрабатывает кучу данных спортсменов. Ну, там, всякий пульс, там, ну, вот с гаджетов. И, короче, как бы, как это сказать, предиктат, ну, прогнозирует результаты, типа, форму. И он работает в ней как бы аналитиком, при этом он топовый спортсмен. Ну, понятно, что это удаленно. Вот Андрея Сальнгрен, например, вот такой пример. Получается, такое только у норвегов и у татар работает, когда я итишник, и хороший результат, да? Ну, да, не знаю. Ну, у норвегов и татар просто это лучше получается, чего уж тут спорить. Две лучшие системы тренировок. Да, и подходы, философия. Ну, кстати, Искандер тоже хороший пример всё-таки. Я про него. Он совмещает... Ну, у него серьёзная работа всё-таки, он реально там ботает, сидит. Вот ещё классный пример свежей голландка есть, Нинке Бринкман. Это вообще феномен. Короче, она играла, типа, лакросс, хоккей на траве в Голландии. Училась и переехала в Швейцарию PHD поступать по сейсмологии. И ковид бахнул. Она такая, ну, типа, играть негде, ну, буду бегать с локальным клубом. У неё тренер три атлет. Ну, просто в клубе локальном. Бегала-бегала, что-то раз марафон там, ну, так, что-то там из трёх, там, три часа, близко там, из трёх, два марафон. В итоге она за три года, у неё личник 2.22, час 07 полумарафон, призёр чемпионата Европы в марафоне. У неё два контракта, Nike Trail и Nike, ну, не Nike, а этот, NN Running Team, профессиональная беговая команда по шоссе. И она совмещает трейлы и шоссе, и в трейле она там на всяких культовых гонках, типа Zegama, у неё рекорды трассы. Короче... А какой сейчас рекорд на полумарафоне у женщин? Мировой? Ну, да. Это вообще какой-то страшный час 02. Не, ну, а у неё час 07. Нет, это, ну, это... Понятно, что там эти пять минут, это, ну, для девушки, это ж... Это быстро. Ну, смотри, час 02 — это где-то вот что-то там эфиопкой, феномен. В среднем час 5, час 7 — это топовый уровень, вот, мировой. Вот, то есть даже час 9, час 8, даже час 10 — это уже неплохо. Вот, а это как бы... Так она ещё совмещает просто, типа, с таким бэкграундом, и при этом она реально учится, PhD степень получает. И её спрашивали, она говорит, ну, я сейчас доучусь, я это оставлю пока там на спортивную карьеру, но параллельно буду работать, а потом всё-таки, типа, в науку пойду. Ну, то есть вот примеры... Ну, это вообще какие-то люди для меня запредельные. Ну, то есть я понимаю, что я так, ну, головой и там в плане дисциплины сильно далёк от... Вот пример, ладно, ещё третий. Мой любимый, у нас далеко ходить не надо, Дима Нитяев. Мы с ним бегали в сборной, сколько лет там рубились. Просто вот, ну, Дима с Катей, они вообще из абсолютно там обычной семьи. Ну, я имею в виду никакой там у них золотой подушки, ничего. И просто Дима вот я... Ну, мы сейчас тоже там, ну, как бы и дружим, там, сотрудничаем много, по каким-то направлениям. Я просто всё равно смотрю, вот сколько человек добился, сколько он параллельно делает. Тренируюсь там по 30 часов в неделю. У них... Ладно, я не знаю, можно ли там про всё, но то, что... Да нет, но они с точки зрения маркетинга и успешности своего вот проекта, такого бизнесового, по сути, они очень крутые. Столько всего, я просто не представляю, как это делать. То есть помимо там школы... Они же экипу какую-то сейчас там делают. Да, 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 мне сейчас отгрузить... Ну, у них лаборатория своя. Ой, хватит нахваливать. Отгрузили ему. Ну, они просто там типа... А нам, если это здесь звучит. Договоримся. Но они там, допустим, палки свои сделали для трейла. Я просто вообще с такой темой нет. Они говорят, ну, ты типа сейчас не беги, потренируйся, потому что сейчас лучше там с ними завязнешь. Там, ну, типа там майки всякие, ну, специфичные трейловые там пояса. Ну, это ладно, это ещё не сложно. Ну, лабораторию свою сделали. У них там ещё несколько в разоборот таких крупных проектов. Просто типа... И при этом чувак... Ну, они оба на... В топе. В мировом топе. То есть у них 900 плюс очков. Итро — это прямо вот мировой топ. Вот. Поэтому далеко ходить не надо. У нас такие ребята есть. Вот. Поэтому меня всегда такие люди вдохновляли. Я к таким стремился. Я себя таким не считаю, потому что я очень много, мне кажется, процентов 15 от этого делаю, что мог бы. Но, короче, вот как-то так сложилось всегда, что я либо работал, либо учился, занимался спортом. Может быть, только в беге бывают умные спортсмены? Ой, огород. Чайка не прилетел. Но я, кстати... Я так спросил просто. Я очень удивился, когда перешел в триатлон, я вам скажу, потому что из лёгкой атлетики мне казалось там, ну, как бы, ладно, она есть, какая есть. Я думал, триатлон — такой сложный вид спорта, там надо знать велосипед, плавание, всё. Думаю, там ребята вообще вот типа... Я офигел, насколько... Ну, я свои впечатления рассказываю, там, извиняюсь, если кого-то обидел. Ну, в общем, уровень триатлона, когда там в семнадцатом году пришел, ну, именно вот, как сказать, уровень спорта, то есть в лёгкой атлетике есть какая-то школа, какие-то там тренеры известные, а там вообще просто вот... То есть понимание методики постольку... Ну, какие-то отдельные люди были, но, в общем, я офигел, а как у вас такой, говорю, сложный комплексный вид спорта, у вас вообще типа представления методики нет. Я думал, что в лёгкой атлетике как бы дела не очень, а там, на самом деле, у нас, ну, школа есть. Нет, но ты сейчас говоришь про проблематику, условно, вида спорта. Да. Да. Вот, а Серёжа спрашивает скорее про, наверное, про участников. Да-да, да-да, нет. Которые... Я думаю, вот я пришла в триатлон, там все тупые. Ну, проблематика-то как раз связана с участниками, что там реально люди как бы... А как вы тренируетесь, как вы делаете это? А они даже типа не задумываются о таких вещах. Возможно, потому что столько всего, так сложно, и такие, да, ладно, как пойдёт. Нет времени на учёбу, получается. Да. Что если бы была метода, в которой было бы время высвобождено, правильно? Ну, короче, триатлон, он, конечно, дико дисциплинирует. То есть я вот сам офигеваю, как я столько успевал, когда триатлон, ну, активно выступал. Но этот... Потом обратно, вернувшись в бег, я думаю, такая халява. Типа ты утром побегал, вечером, ну, делай, что хочешь. Да, да, ну, возможно, что... Я почему и спросил, что, возможно, что бег, ну, реально... Больше времени. Да, моновид, он чуть попроще, да, и поэтому можно больше времени посвящать учёбе. Ну, или каким-то другим. Самая боль в триатлоне — это была логистика и особенно связанность с плаванием. То есть велик, бег, оно всё можно дома делать, возле дома, но плавание — это всегда бассейн, он должен быть подходящий. Это, ну, минимум, сколько-то ехать, это сразу выбивает кучу времени. Да, это сразу не выйдешь оттуда посушиться, поэто... Душа погреться. Ну, всё-таки, возвращаясь к моему вопросу про твоё образование и твою любознательность, скажем так, и разностороннесть, работал ли ты по профессии? И вообще, когда ты выбрал журналистику, у тебя... А родители тебя внушали, что спортом ты не заработаешь. У тебя уже было какое-то видение, чем ты будешь в жизни заниматься? Или ты просто в моменте, а, пойду в журналистику? Ну, у меня всегда было какое-то представление, оно и сейчас есть, вот куда-то тебя ведёт. Я, ну, даже описать, наверное, не смогу, я примерно понимаю, что мне нравится. Ну, да, какое-то интуитивно. Но такого там не было, но приблизительно я понимал, что нужно что-то ещё делать, какие-то проекты вокруг спорта, там, как-то это... У меня не было задачи монетизировать, но так получилось, если ты что-то любишь, просто увлечён этим, рано или поздно это начинает, там, что-то приносить. Вот. И получается, ну, вот эти навыки журналистские, плюс, ну, вот это вот именно спорт, вот именно методика, как тренироваться. Потому что мне всегда было с детства интерес, потому что мне не говорили, как. Я говорю, ну, объясните, как. Я говорю, да, делай, что сказали. Мне вот это интересно было. И получается, сейчас вокруг этого, как бы, это таким ядром стало, которое вот обрастает и всё притягивает. Вот. Поэтому, ну, мне говорили, да, типа, ты этим не заработаешь. Но вот самым неочевидным образом это перевернулось, что это принесло всё, по сути, вот всё, что есть. Ну, по спорту понятно, мы как бы уже видим результат. А то есть в журналистике ты не работал? Работал. Ещё когда в универе учился, практика у нас был сайт runners.ru. Ну, не у нас, это, ну, из Татарстана тоже у ребят. Это самый крупный в России был посвящённый лёгкоатлетике сайт. Вот. Значит, там я проходил практику. То есть нужно в универе всё равно было летнюю, там, весеннюю, осеннюю проходить. Мне было удобно, что я мог, ну, как бы там по-настоящему, по сути, работать. Переводил статьи какие-то с английского на чемпионатах России, там работал, брал интервью. Меня, кстати, это тогда дико коробило. Думал, как я как журналист, ну, я же как спортсмен хочу. Ну, вот это вот мне. Но закрывал практику. Потом у меня же телевидение. На телевидении тебе нужно дождаться оператора, пойти с ним снять сюжет, потом с монтажёром договориться. А я ещё тренировался, у меня не было времени. Я говорю родителям, купите мне ноутбук. Мне купили ноутбук в универ, ну, для учёбы. Я просто научился сам это всё быстро снимать, монтировать. Вот, ну, тоже такой навык. Ну, вот, наверное, там я прям работал журналистом. А потом очень много где, как бы, ну, в том же I love running'е очень много там текстов писать, где-то публично выступать, видео записывать, снимать. Мы там много контента даже в 15-м году тогда делали. Для Адика тоже сколько проектов. То есть это всё, по сути, журналистика. Там умение говорить, там давать интервью, брать интервью. Вот, ну и так получилось, да, что всё, в принципе, вокруг этой профессии как бы вертится. А сейчас такое время, что говорили, что там на ближайшие, там, 20-30 лет один из самых важных скиллов — это умение говорить. И, по сути, сейчас каждый сам себе журналист, каждый сам себе СМИ. И просто, ну, это все таким стали. То есть мне тогда было некомфортно, что вроде как-то там что-то сам про себя. А сейчас это уже норма. Вот, мы начали делать подкаст. Мы в этой же студии неделю назад записывали. Вот, поэтому прям у меня уже шаги такие в журналистику идут. Но мне нравится, мне органично этот формат, когда мне так проще передать информацию. Вот, поэтому, короче, одной ногой я точно наступал в профессию. Кстати, тоже мы уже, мне кажется, в каком-то даже подкасте эту тему поднимали про то, что, ну, умение говорить. И вот сейчас просто ты про Love Running сказал. И я вспомнил, мы когда-то на самых, ну, на заре там развития Iron Star как раз в Love Running с Максом Тажурило. Или, может быть, это вот Роза Ран, мы только начинали какие-то первые старты. И мы хотели тогда делать тоже лекторий какой-то. И начали пробивать вот, ну, там, профессиональных каких-то спортсменов интересных. И тогда Дима там с Катей, они еще, ну, они так, когда я проводил свои трейлы, вот 14-15 год, они у меня даже участвовали. Я сейчас некоторые фотки смотрю. Там они в Дмитрове у меня бежали, там, на Дмитровском автополигоне. И, ну, если сейчас это вообще дикость, то есть, чтобы они где-то здесь у нас пробежали, а там у меня вот фотки с ними. Ну, и мы, в принципе, тоже там с ними, не сказать, что как-то общаемся, но знаем друг друга. Я помню, мы тогда с Максом начали, ну, как, я начал писать спортсменам. И удивился, что многие спортсмены мне просили там, условно говоря, какие-то деньги за то, что они придут, приедут, что-то скажут. И вот мы с Максом эту начали историю там раскручивать, да. Он уже там имел какой-то опыт во взаимодействии, да, в таком. И он мне, Макс-то, рассказывал, что вот спортсмены, у них у многих иллюзия, то, что они достигли спортивного результата. И это то же самое, что работа вот с аудиторией, например, да, что если они достигли спортивного результата, значит, они придут, и в рамках лектории им уже кто-то что-то там должен, да. И вот в этом плане, кстати, ну, там, ваше татарское трио, да, там, те же самые Митяевы, да, вот эта медийность, способность там как-то скоммуницировать с аудиторией, это же тоже суперважно. Да, ну, тут... Что и вам помогло тоже там стрельнуть, да, по большому счету. Ну, у нас как бы, да, так получилось, что как минимум там, ну, я Искандер, в принципе, к этому достаточно вот органично. Ну, да, не, ну, какие-то вот... У меня даже тут вопрос был про искрометные ваши... Ну, вот этот юмор такой, который как бы на грани всегда... Что как будто бы многие, я думаю, что не очень понимают, ну, там, за какой-то... Главное, нам весело. Да, да, но в целом, нет, но в целом за счет этого, конечно, и весь вот этот хайп, он там долгое время, ну, и сейчас отчасти, да, все равно, на самом деле, мало кто сейчас даже это может поддержать. Ну, в плане юмора, да, но это же тоже выгодно, по сути. Ну, про это кратко прокомментирую, что такое у нас есть вообще в спорте везде. Не знаю, с каких времен-то, с Советского Союза, наверное, тянется. Принцип такой, я мастер спорта, мне все должны. Раньше квартиры за это давали, за мастера спорта. И очень многие вот так остались, а что я такая... А как это я за свой счет на сборы поеду? Я всю жизнь за свой счет ездил, например. Вот. И из-за этого... Плюс еще, ну, как бы это сейчас деньги появились в спорте. Тогда вот на тот момент еще, видимо, пытались как-то что-то монетизировать, хоть где-то что-то урвать, видимо, поэтому... Но на самом деле, кто с головой и на перспективу понимали, что... Я даже помню, у нас в Адике было обучение, мы сидели, Дима, Катя, я, Искандер. И нас вот там типа, как вести Инстаграм, как не вести? Из Red Bull к нам ребята приходили. И я помню, Дима с Катей после этого... После этой лекции они так очень... Ну, типа по-другому стали вести Инстаграм. Ну, то есть на перспективу люди, кто это понимал, правильно использовал. Понятно, что ты там, если будешь везти деньги, платить тебя... Просить тебя нигде не будут. Вот. Но в итоге вот как бы они там популярны, в том числе и потому, что они там интересны людям. Ну, может быть, мы вернёмся к триатлону, да, как-то... У нас, правда, такой немножко суммой получается. У нас такой норвежский суп получился. Татарский норвежский суп. С татарским послепотелем. Да. Давай, прям вот с первых шагов, как ты пришёл в триатлон, твой первый старт, что ты тогда почувствовал? Ты почувствовал какой-то... Пришёл я в триатлон. Вот я как раз работал в Вейлом Раннинге. И там, получается, я как бы знал, что такое триатлон, но особо не вникал. И там что-то, ну, всё вокруг да около. То есть это штусовка, бег, триатлон. Вся там, ну, Макс тогда занимался. И как бы это всё вокруг да около. Как-то у меня так в голове вертелось. Потом нас вот отстранили в 15-м году сборную. То есть резко... У меня мечта была там за границу ездить, выступать на стартах. Ну, как бы они закрылись. Ну, я там побегал год, ещё полтора в внутренние российские старты. Такой, ну, что-то скучно, как бы, как будто что-то ещё... Ну, как-то вот хотелось. Триатлон тогда выпускали, спокойно за границу выезжать можно было. Я такой, так. Потом там ещё так получилось, что я там познакомился случайно девочке одной. Просто помогал там по бегу. А, ну, кстати, Катя Шабалина, она сейчас за Казахстан выступает на Олимпиаде. Была в Париже. Она тогда ещё юниорка была. И просто как-то мы случайно где-то пересеклись. И она там, ну, с бегом что-то там, техникой бега помочь. Я как бы тоже всё равно, ну, ты же вникаешь в какие-то тренировки. Такой, блин, прикольно они там ещё. Ну, ты уже как бы соприкоснулся с этим видом спорта. Плюс вот там Макс мне что-то начал рассказывать. Ну, я там, а что, а как же, разделка, шоссейник. Вот. И потом был семнадцатый год. У меня, кстати, самый нормальный сезон в беге был. Я там вот, по-моему, весной все старты выиграл. Всё, что стартовал. Кроме, по-моему, одного там московского пола. Не всё выиграл, но прям, типа, удачно. Там московский полмарафон третий был. Там прям всё хорошо-хорошо. Поехал в Турцию на сбор. Ещё сбегал. И потом у нас планировался сбор в Черногории. Это я там уже бывал. Я такой лежу, помню, такой, думаю, можешь попробовать триатлон. Думаю, велик там у Серёги возьму, у друга. Плавать там, ну, ногу не надо, такой. А, в Италии я был такой. Ну, я так не могу попробовать. Я такой, ну, значит, всё. И я в Италии, помню, у хозяина попросил велик. Он говорит, ну, вот тебе надо там город Сало, 16 километров на Гарде. Я туда добежал. В какой-то лавке антикварной мне дали велик. Это такой у меня фотка. С звоночком? Да-да, с корзиночкой, с такими волдырями на покрышке, ну, эти, как это, с грыжами, да. Я на нём поехал обратно. Я думаю, блин, я триатлет. Я терпел. У меня чугунная разделка есть, тогда, помню, сторисы выкладываю. Приехал, значит, такой, думаю, так, чтобы понять, способности ли есть у меня к триатлону, я сейчас сделаю, типа, брик, триатлон. Нет, триатлон прям. Я, значит, доехал до Гарды, спустился, ну, там, километр три-четыре от дома. Проплыл там 800 метров как-то, выплыл, значит, прыгнул на велик. Это у меня, типа, была велогонка 20 километров. У меня что-то слетела цепь, я там весь в этом мазуте. Колесо тоже отлетело, но... Слава богу, нет, но я там 70 разгонялся с горы на этих грыжах, я вообще не знаю, зачем. Без шлема, без... ну, просто в чём, как говорится, мать родила в марафонках. Для аэродинамики. Да. Вот. Вот, проехал я, короче, этот велик, поставил во дворе и три километра. Я помню даже сейчас раскладку. Что-то я пробежал, что-то, 3, 3, 0, 6, 3, что-то, 3, 0 и 2, 49 последний километр. Ну, так, неплохо. Такой, думаю, блин, всё, я точно могу бежать после велосипеда, триатлон надо, всё. И, короче, давай в триатлон. Вот. И в итоге, ну, всё, как бы, в омут с головой. Там на сбор первый поехал с Лёшей Калистратором тогда. Ну, вот он мне очень много, как бы, мы там и выкатывал, и объяснял, чё, как делать. А, и тогда, я помню, приехал из Италии. Первый старт был, это Титан. Он сейчас проводится вообще? Ну, чё-то, в прошлом году, да, чё-то они проводили. Ну, тогда вот они, как бы, были там популярны. В Зарайске, по-моему, это прям вот доехал, чё-то спал в какой-то палатке. А, у нас были эти вот... Ну, ты после велика с грыжей в целом был готов к этому старту. Я подумал, что да. Ну, надо попробовать. Я, короче, как-то проплыл. Я вообще не понимал, там же вот эта вот лицензия, любители, профессионалы. Я такой, не пустите меня с профессионалами. Они такие, нет, тебя вот какой-то там юниоры Кубок России уплыли. Потом меня там с какими-то людьми... Ратлеты уплыли, всё, вот потом ты. Я в какой-то куче вообще не понимал, что происходит. Я такой, сейчас я их догоню. Я как-то... А велик у тебя какой был? Ну, подожди, ну ты плыл... ДП-шный? Не-не, шоссер у друга взял. Но ты плыл относительно нормально всё равно, с учётом какого-то бэкграунда из детства. Ну, ну, как бы да. То есть это сто пудов меня спасло, потому что в целом-то не переходят из лёгкой атлетики. Ну, так, чтобы конкурировать. Ну, в мире, может, какие-то есть примеры, но они... Там Бэт Поттер сейчас вот третья на Олимпиаде. Ну, это типа... Она из лёгкой атлетики, но они в школе плавали, ну, как бы как в секции полноценно. То есть там Эмма Палан, по-моему, вот она тоже в длинном триатлоне. Она из лёгкой атлетики прям типа... Ну, британцев там у них вообще, в принципе, там половина лёгкоатлетической сборной — это триатлеты. То есть у них вот так все всем занимаются и потом немножко распределяются. Значит, конечно, это спасло меня. Ну, я там более-менее начал плавать. Как бы сначала не очень плыл, но потом уже, когда там... Ну, я не знаю, там году к девятнадцатому, двадцатому более-менее наматёрился. Ну, то есть самое близкое, по-моему, выплывал в минуте на половинке там, ну, типа за Андреем Брюханковым. Ну, а учитывая, что наши там Андрей, там Дима Полянский, это всегда... Ну, на любом старте в мире они вылезут там в топ-5 железно. Ну, то есть это значит как бы неплохой уровень. Весы ты в минуте можешь даже в ногах. Вот. Ну, то есть, конечно, это, да, меня спасло. Но я как бы сам там что-то барахтался. Мне вот, наверное, больше всех Маша Шорец помогла. Мы раза три с ней сходили, она мне какие-то вещи поправила, я запомнил. И вот я тогда ещё получше поплыл. Вот. И получается, ну вот, да, вот этот бэкграунд. Хотя это было типа с 7 до 12 лет, там, 15 лет. Ну, всё равно, видимо, да, что-то... Ну, с 7 до 12 большой. Слушай, я вообще думаю про то, что когда дети плавают, у них же и тело, собственно, растёт и формируется под этих нагрузках. Ну да, это влияет. Под плавание, да, 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 100%. Как бы если ты там взрослый, это я себя сейчас так оправдываю. Ну, возможно, Маша Шорец мне тоже поможет. Ну, ты начинаешь с нуля обучаться плаванию, то как будто бы всё равно для большинства людей есть предел развития в плавании, если ты начал заниматься уже будучи взрослым. Ну, там, смотри, есть такая вещь, гибкость. И, короче, например, нам в детстве на плавании ставишь руки на затылок, и тебе локти так. Блин, я один раз... Ну, это жёстко. Нет, у меня... Я сейчас же в офис давно не езжу, у нас... Я в него плываю. Да, я в него плыву просто из Ивантеевки. По течению. В общем, да. Да, кстати. Из Ивантеевки все реки просто это в любое место по течению вышплыли. Нет, и Вов Шейкин, наш генеральный директор, он тренер высшей категории, мастер спорта по плаванию. Да, и сам же... И он раньше, когда мы вместе часто в офисе бывали, он, ну, там, либо что-нибудь мне всегда вправлял, там, я набегаюсь, и он мне там положит и там на место позвоночник встает. И он всегда со мной этот эксперимент провел, потому что я вообще деревяшка наглуха. Гибкость. Да, гибкость. Ой, это... И, ну, и это в принципе... То есть для меня, ну, вот, это вот мой максимум. Вот. И, нет, а сводит локти вверх. И, в общем, ну, и там Вов говорит, всё, садись там. И я уже понимал, что, ну, это будет непри... Ну, как бы так. И он мне садил, садил. И, в общем, один раз... А ты же не понимаешь, ну, то есть ты понимаешь, что это ты куда-то в космос, твои руки идут. Ну, да, вот у тебя вот столько остаётся, надо соединить. А сколько там у тебя это, ты же не видишь. Вот. И один раз, короче, меня, ну, даже подвыключило. То есть он мне свёл локти. Вот. Ну, сводил, сводил, сводил по чуть-чуть. И в последний раз, когда он мне их свёл, меня выключил. Ну, вот, прям на долю секунды. Может, да-да-да. Да-да, то есть это такое, ну, интересное... Ну, попроси Вову. Нет. Ты-то сейчас часто... Это можно травмироваться. Это же... Не, он меня долго, как бы, это всё вот... Разрабатывал. Да-да, долго он делал, делал, делал. Ну, нет, ты знаешь, если Ле не попроси, ну, надо тогда тоже долго к этому подходить. Ну, долго, три дня в неделю. Мы в офис ходим, вот. Вы ходите. Ну, мы. Ну, короче, это вот, да, отвечая на вопрос твой, это влияет вот на пронос, на гибкость, потому что, насколько я понимаю, вот если прям спортсмен-любитель, который не плавал, он просто даже руку так пронести не может. То есть я, конечно, когда в басик нырнул, там, ну, просто даже смотрели, понятно, что криво, косо, там, все возможные ошибки, пальцы растопырены, там, и локоть провалится. Ну, допустим, пронос я раз, там, и пронёс руку, и это уже, ты уже, значит, ты всё равно поставить технику, ты можешь плыть, но, соответственно, это уже как бы даёт. Хотя есть примеры, кто неплохо плывёт и... Не, ну, понятно, что есть физиология какая-то природная твоя, то есть ты теоретически, может, и не занимался никогда плаванием, но у тебя просто так, не знаю, суставы так стоят. Надо плавать всё равно, но вот правильно, тело формируется, потому что это для нас неестественный вид спорта, и плавание всё-таки, ну, вот оно такое, да, противное в этом смысле, что в триатлоне очень многих как бы губит, что, ну, вот это самое тяжёлое не даётся. Сколько надо плавать на неделю, чтобы, ну, нормально расплаваться? Ну, на кому, на какой уровень? Ну, мне на уровень этого лучшего спортсмена года, 2028. Ну, типа, чтобы как я примерно плывал? Ну, например. Ну, вот я плывал где-то, самая у меня половинка там по 1,16 получалась, а ты по сколько половинки, например, плывал? Половинки я ни по сколько не плывал? Ну, на полтора. Не, ну, типа, вот когда-то, когда я там попытался начать плавать, мне кажется, 2 километра плыл вот что-то в районе часа, наверное. Час — это 30 минут, ну, это, я думаю, что надо раз 5-6 в неделю, ну, раз 6 в неделю где-то плавать. Всё, 6 раз в неделю плавай, и будешь как Вася Пермитин. Ну, ну да, ну там, видишь, там большой гэп, который надо закрывать. Лен, блин. И Вова, ну всё, 6 раз плаваешь, вот это упражнение Вова тебе делает в офисе, и всё, и пойдёшь. Так, я чё-то не поняла, так, а почему тогда у меня по бегу такой лайтовый план? Лайтовый план? Да. Ну, в смысле, относительно чего? Относительно плавания, чтобы, то есть, чтобы нормально плавать, нужно 6 раз в неделю. Потому что бег — это то, что мы, ну, как бы у нас заложено, как бы в генах, да, и мы, нам, нас не надо учить бегать, ты худо-бедно, любой человек побежит. Дальше техника бега оптимизируется от того, как ты, ну, чем больше ты бегаешь, тем ты, как бы, экономичней, там, выносливее становишься. И тебе, по сути, нужно просто тренировать, там, метаболизм, остальные скиллы, они, как бы, сами собой будут наращиваться. А плавание так не работает, может, ещё бесполезно этот метаболизм тренировать, ну, я имею в виду, вот, выносливость, да, потому что, если нет техники. Поэтому плавание — это сначала техника, а техника, чтобы она закреплялась, не проваливалась, и чтобы вообще она оставалась и держалась, это, ну, буквально каждый день надо находиться в воде, а лучше по 2 раза в день. Вот, поэтому это ужасно, смотреть в кафель 2 раза в день. Да. То ли дело, выбежал в горы. Не говори, вот реально, чтобы в басик заставить себя сходить, это нужно очень долгий такой монолог с собой провести. Я уже больше года не могу. Ну, мне помогает новый купальник, кроксы, которые стоят, и только туда я их могу надеть, они у меня самые красивые в мире. Да, это так. Да раздоришься, мне тоже так, да, нравилось. Купил себе очки вот эти спиды мои любимые, они там тысяч по 8, наверное, сейчас по десятке, ты прекрасно тренировкой заходишь. Ну, и ты ходишь, себе очки покупаешь, вот так вот. Ну, это так, дороговато выходит. Да, неплохо. Слушай, а ну вот мы сейчас обсудили, что там сколько нужно плавать, сколько нужно бегать. На твой взгляд, вот чтобы тренироваться триатлону, нужно иметь в идеале одного тренера по триатлону или каждого тренера по каждому виду спорта и ещё четвёртого по триатлону? Ну, я вообще не сторонник того, чтобы лебедь, рак и щука. Да, потому что часто это ж надо, ну, либо какая-то команда, которая умеет вместе работать, ну, не часто встречается. Либо это, не знаю, либо это, ну, короче, как у нас работает, ну, вот у меня, да, там приходят по триатлону, либо спортсмен уже умеет плавать, либо я его отправляю к кому-то из своих тренеров по плаванию, и мы как бы в коммуникации. Но по плаванию всегда, потому что это техника, то есть нужно, чтобы вживую смотрели. Остальное я могу вести, ну, то есть полностью всю нагрузку там контролировать. Три тренера это, ну, как бы, чтобы это всё, ну, оно же должно между собой гармонично быть, а тут один одно начинает, другое другое. Просто меня периодически по началу карьеры моей тренерской затягивало в такие вот комбо, но это какая-то хрень получается, потому что, ну, там, что-то тут одно дают, там другое, но между собой вообще не мэчится никак. Потому что триатлон это сложный, как бы, вид спорта, комплексный, тут нужно реально всё продумывать. Желательно, чтобы один человек всю логику простраивал, то есть чтобы оно сочеталось, чтобы оно работало. Вот, поэтому, наверное, один тренер по триатлону, и он же может быть по плаванию, либо тренер по плаванию, кто занимается техникой. То есть я, типа, в технику не лезу, контролирую нагрузку просто. Вот такой, наверное, оптимальный вариант. Да, было бы, конечно, оригинально в этом подкасте взять и вообще не поговорить про норвежский метод, но мы так не будем делать. Что мы такие, чтобы себя отказывать. Да, ты уже про это, наверное, ну, уже кому только не рассказал, у тебя свой подкаст. Недавно ты выкладывал тоже видео-разбор, там, норвежский метод для чайников. Ну, уж и нам тоже, пожалуйста, расскажи. Да, я тем более не видел, честно скажу. В чём вот цимус, да, то есть почему, например, ты сторонник норвежского метода, а не, например, татарского? Да. То есть почему ты ушёл от татарского метода к норвежскому? Норвежскому, да. Да, ну, короче, на самом деле норвежский — это просто я для себя называю, чтобы как-то, ну, чтобы было что-то материальное. На самом деле... Но уже не только ты, это уже всё. Ну, это прикольно, что это реально как такая русовка в мире, да. Есть вот отдельные люди, тренеры, которые вот, ну, это, скажем так... Орицательно. Ну, да, это как именно орицательно, это как бренд, это, по сути, просто определённый подход философии. Сейчас, в принципе, спорт на выносливость становится таким. Таким — это значит, когда мы подключаем технологии, науку. Но науку не ради науки, потому что большинство представлений тут недавно с кем-то разговаривали, что-то там про лабораторное тестирование. Ну, то есть для нас оно, вот мы сейчас с Димой вот перед стартом обсуждали, я сделал. И, ну, это предметный разговор, какие дистанции мне лучше бегать, почему мне, допустим, ультры вообще не надо пробовать на основании моего метаболического профиля, потому что у меня не горит жиры. Но, возможно, у меня был вирус, нужно там ещё раз делать тест, посмотреть на плоском, на велосипеде, в горах, подобрать оптимальную стратегию, то есть у тебя просто развернутая картина. Вот. А с кем-то эта что-то вот тема зашла, там, ну, из людей непосредственно. Говорит, а что ты, типа, веришь в это, типа, в лабораторное тестирование? Я такой, что? А мы, по-моему, с Андрюхой Стрижаковым бежали, кто-то с нами, ну, я не помню, где-то что-то. Мы так с Андрюхой, так, типа, переглянулись, так, ну, окей. Я говорю, а что значит веришь? Это что, религия как бы или что? Ну, то есть, ты же, понятно, зачем это делать? Ну, то есть, людям непонятно, им кажется, что вот так же Олаф у норвежцев приходит. Так, давайте вот... Олаф — это из этой... Ну, главный тренер. Из ледяного сердца, да. Ну, да, по сути похож. И по сути, и по вкусу. Вот, короче, приходит. Давайте все датчики, какие есть, налепим. Давайте будет куча цифр. Я тут разрисую доски вообще вот и будем снимать видосы. Вот большинство. И что оно такое? Да как хер знает, что это значит? Вот как-то там тренируемся. Конечно, нет. То есть, это идет от практического запроса. И, по сути, если прям кратко сформулировать, это такой подход, когда ты вникаешь. Ну, то есть, вот тебе нужно решить задачу. По сути, это работает в любых других нормальных сферах жизни. Например... Маркетинг. Маркетинг. Давай, маркетинг, бизнес. Это траблшутинг. Маркетинг, бизнес, неважно. Вот бизнес, он же, допустим, так, у меня задача заработать, выйти там на окупаемость. Продать слоты Rose Run. Там, ну, надо продать слоты. То есть, для этого мне что нужно? Изучить рынок, что людям нравится, что не нравится, чтобы сделать свой продукт хорошим. То есть, это анализ и, ну, действие на основе анализа. Ну, как бы это же не религиозный вопрос. Да, логично. В быту это кажется, что это по-другому и никак. Это моя религия, я так все делаю. Анализ, стратегия, действие. Норвежский метод, спорт — это то же самое. Ты анализируешь, что с тобой не так, как, там, не знаю, длина ног, нервная система, сколько ты гликогена можешь запасти, какой ты там объем кислорода потребляешь и так далее. И на основе этого, вот я тут, мне, я хочу быть в точке B там через год. Вот, что мне нужно, чтобы там оказаться. И уже наверняка действуешь, что-то делаешь, смотришь, есть ли какой-то отклик. И, ну, так более верным путем двигаешься. Потому что, как бы, вот старая школа, очень много правильных вещей. Очень много вещей в старой методике на основе тоже, на самом деле, из науки пришло. То есть, что-то нашли, доказали, попробовали. Но ошибка в том, что это шаблоны. То есть, советская школа, ну, не советская школа, советская школа как раз там была наукой. Их классный институт спортивный. Наверное, вот старое поколение тренеров, у них есть шаблон. И вот, если что-то новое, они такие, а попробуем-ка, попробуют. Ну, вот я сейчас домой ездил, там, ну, старшее поколение, у нас же там очень много в Набережных Челнах спортсменов заслуженных. У нас там рекорд республики в марафоне 2.10, например. Это лучший друг, вот, там, у моего отца. Ну, и вот у нас там всяких международников, там, рекордсменов России, короче, очень высокий уровень. И вот с ними просто мы там болтаем. То есть, они как раньше делали? Что-то увидели, узнали, попробовали, там. Кому-то заходит, кому-то нет. Они такие, ну, вот, там, чемпион же делает, я тоже буду делать, тоже будет так. А сейчас, например, как это работает? Там какая-то тренировка, ты смотришь, она вообще там конкретно мне нужна, там, с моим профилем метаболическим смысл есть. Ну, вот, судя по тому, что... Что такое метаболический профиль? Метаболический профиль — это профиль спортсмена, который показывает твою предрасположенность, твои особенности. Например, один более выносливый, но менее скоростной, другой более скоростной, но менее выносливый. А обоим нужно показать какой-то, допустим, одинаковый уровень, видеть одинаковый результат. И одному нужны такие тренировки, другому другие. И там в разном объеме, с разной частотой. И вот ты этого так тренируешь, другого так, и оба растут и прогрессируют. А основная ошибка, вот особенно школ с большой выборкой, там, не знаю, Великобритания, там, не знаю, вот у нас в России, то есть когда много людей, там, Америка та же. Ну, у Америки там немножко другой подход, но в целом, когда у тебя много людей, есть какой-то шаблон, ты просто прогоняешь людей, накладываешь, 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 у тебя через это сито кому-то это подходит. Кому-то повезло. Да, и говорят, вот талантливый, это не талантливый, а человек может быть талантливым, ему просто не подходит этот шаблон. И вот это индивидуализация, и по сути индивидуализация, это есть вот основная такая фишка норвежского. А этот метаболический профиль, он как-то с метаболизмом связан? Конечно, это сколько ты можешь калорий потратить, сколько ты можешь жить. Ну, ты просто своим языком писал, что метаболический профиль — это профиль, может ли там человек что-то делать. То есть он в самой основе, вот этот профиль, он, ну, это что? Как он измеряется? Да, как он измеряется. Ну, там много параметров. Ну, например, вот… Ну, ты про себя сказал, что у тебя там не горят жиры. То есть вот определяется, что как перерабатывается? Значит, у меня больше активно тип мышечного волокна. Есть там условно три типа — медленные, промежуточные и быстрые. У меня по ходу промежуточные, учитывая там мои результаты на коротких дистанциях, на длинных. Расход субстрата, то есть кто-то больше на углеводах, кто-то жиры может топить. Это тренируется. Ну, у кого-то это может хорошо тренироваться, у кого-то вообще бесполезно это тренировать. Плюс мы смотрим изначально, допустим, у человека, какая система активнее. То есть гликолитическая, но он более скоростной, мощный, взрывной. То есть он в короткое время может выдать большое количество энергии сжечь. За счет глюкозы быстро, много, но недолго. Другой не может сжечь, но он может долго, медленно. А, допустим, бегают они там пятерку. И вот значит, там медленному у него есть сильная сторона. Ее нужно использовать для того, чтобы тренировать там специфику пятерки. А скоростному его не ограничивает скорость, но его нужно подтягивать под эту скорость там, ну, словно его пороги. И вот тогда у обоих будет расти результат. Но работа абсолютно разная. Вот, ну, у меня там есть два спортсмена, например, там бегают. И, ну, там мальчик-девочка, но вот оба там на уровне профессиональном, без имен. И как бы у них абсолютно разные профили, но оба на профессиональном уровне, там на международном. И получается, одному спортсмену нужно больше такой спокойной, аэробной работы вообще не жестить. И у него от этого растет, растет, растет результат. А у девочки, у нее наоборот, очень много жести, очень такие скоростные, короткие, ну, там не всегда короткие отрезки. Говорят, если бы посмотрели там наши тренеры, сказали, ну, ты там в жизни так не пробежишь в пятерку. Она там бежит. И сезон там весь улучшает, прибавляет, прибавляет, потому что, ну, мы делаем то, что ей нужно. Но выглядит это вообще типа нетипично, даже как там а-ля там норвежский метод, который вот примеры там в интернете гуляют. Но это тоже норвежский метод, просто это индивидуализация. Это то, что нужно конкретно этому человеку и этому. Ну, вот, собственно, вот это, наверное, я бы назвал. Это такой общий тренд в спорте. Так много разных уже в разных странах разных тренеров работают. Но норвежцы, наверное, они просто как бы немножко впереди этим локомотивом являются, что они вообще, в принципе, ввели такой подход. То есть они собирали огромное количество статистики, заставляли тренеров там все эти дневники, все анализировали. Просто это такой подход. Вот я как главный айпишник в Iron Star. Айпишник? Ну, понятно, что это все же идет вот из бытовой жизни, да, то есть вся вот эта история с бигдатой, это очевидно, что сейчас, ну, все это уже в других сферах там сильно раньше поняли. Видимо, в спорте там сейчас время пришло. Вот интересно, есть ли где-то, ну, наверное, где-то, видимо, есть у норвегов в том числе. Вот я никогда не слышал просто у нас, по крайней мере, о таком, чтобы вот была какая-то база тренировок и результатов, сведенная воедино. То есть, условно говоря, чтобы взяли, например, вот, ну, как, условно, мое острово-то есть, но моих тренировок же там нет. То есть тех заданий, которые мне там вот Вова Шейкин, например, когда-то давал, да, когда он меня тренировал. То есть как будто бы это же вообще вот самый простой способ свести, ну, сделать аналитику тренировок, да, тренировки загрузить. Ну, особенно сейчас искусственный интеллект, то есть ты, словом говоря, как я себе это представил, что ты загрузил все тренировки человека и посмотрел его результаты. Если сюда еще там нанизывать, да, вот какие-то его особенности, то ты, сведя вот это, у тебя, в принципе, все автоматически, по идее, вот в моем айтишном мире, как будто бы… Ну, я очень условно, но типа вот эти все раньше приложения всякие были, running там, тот, да, который готовили тренировку, то есть как будто бы сейчас это можно вообще сделать и просто вот… Не, ну, а какие там данные, там кроме веса, возраста и слова… Ну, типа вот и загрузить вот какую-то, например, вот этот вот профиль, да, там какие-то… Сейчас к этому все идет, то есть сейчас платформы усложняются, допустим, лактат можно добавлять, это уже вот, это метаболизм, продукт метаболизма. Ну, вот в тренировках реально вот у профессионалов вот есть, я не знаю, взять там каких-то легкоатлетов, вот они… Ну, потому что я все равно знаю, что многие ведут там это все на бумажке, да, ну, вот людям как удобно, они там эту вот статистику какую-то ведут на бумаге. То есть это же невозможно потом проанализировать, ну, объективно это не проанализируешь, ну, на там полгода ты проанализируешь, ну, окей, год ты проанализируешь, ты же за пять лет… Ну, это сложно вывести, как в платформу, ты сразу подгружаешь, и когда у тебя чем больше, как бы, big data, она же как работает, у тебя же должно быть вот все, что ты можешь вгрузить, загружаешь. По сути, у нас что, у нас есть темп, ну, мощность мы можем взять там с уклоном туда-сюда, пульс, все, как бы, что мы вообще тренируем и смотрим. Там человек посередине, это как вот черный ящик, есть что-то на входе, что-то на выходе. Многие привыкли ориентироваться на… только на выходные данные, то есть на мощность, на темп. По сути, как бы, какой ценой ты это делаешь, непонятно. И вот пульс, он хоть как-то коррелирует с внутренними входными данными, ощущения. Вот лактат, он уже гораздо точнее такой инструмент, и, по сути, наша задача, когда мы тренируемся, вот это соотношение на входе и на выходе, чем оно, допустим, чем вот было вот так, да, там такой-то лактат, такая-то скорость. Дальше наша задача, чтобы на таком же лактате росла скорость, либо на той же скорости понижался лактат. Вот, и тогда мы понимаем вообще, как бы, то делаем или не то, стимулируем, есть какой-то отклик или нет. И, по сути, когда ты это уже как бы как-то понимаешь, на самом деле это можно без всех этих инструментов очень много и так понять. То есть ты просто что-то даешь спортсмену и смотришь, как он откликается. Он вообще прибавляет, или он на месте стоит, или он хуже становится. Поэтому уже, по-моему, за последнюю неделю, раз-третья, так говорю, Олова спросили, какой единственный гаджет ты бы оставил. Ты там лактометр, или там Мокси, или там доставка кислорода, или там этот тепловой датчик. Он такой говорит, да, секундомер, измеренное расстояние. Почему? Ну, потому что этого достаточно, чтобы контролировать, что ты даешь спортсмену, и контролировать адаптацию. То есть еще что-то меняется или нет. По сути, достаточно просто это все работает. Я бы немножко откатилась к метаболическому профилю, чтобы понять, а как вообще это измерить? То, что я думаю, что многие в тот момент, когда ты это сказал, подумали, так, а какой у меня? А я скоростной или я силовой, медленный? Ну, как это делается? Да, кровь сдается, либо там газоанализатор какой-то. Ну, стандартное тестирование. Сейчас просто вот как бы у Димы и Кати, у них в лабе там, я не знаю, у кого есть еще, какие-то отдельные, наверное, есть датчики, которые тебе дают полную картину. То есть вот что как бы в полном сейчас комплекте, чтобы там все относительно стороны учесть, это, понятно, базово газоанализатор, это кровь, локтат, пульс, датчик доставки кислорода, по-моему, тепловой сенсор, ну и в принципе, наверное, все, что это нам дает. Например, мы там понимаем, какой там расход субстрата, кислород, локтат, но у одного может, ну, допустим, МПК показатель максимального потребления кислорода. В него входит, влияет пульс, кровь, мышца, как забирает кислород, как доставляется кислород и так далее. И вот в рамках одного МПК, чтобы улучшить, у одного человека может плохо доставляться кислород, но мышцы хорошо забирать, а у другого хорошо доставляться, мышцы плохо забирать. И чтобы поднять МПК, как бы один показатель у двух разных людей, одному нужно одну работу делать, другому другую. Одному на высоту надо ехать и там интенсивно тренироваться, а другому вообще низкоинтенсивную силовую, ну там, в горку бегать, там, на каденсе крутить, и тогда у обоих подрастет МПК. То есть абсолютно… И вот это тестирование, оно тебе показывает, что тебе вообще надо делать, чтобы вот не блуждать, там, пальцем в небо не тыкать, а делать конкретно, что тебе надо. Просто странно, что… Ну, в смысле, не просто, а странно, что… Ну, как… То есть непонятно, как вообще без этого тогда происходит. То есть тебе дают просто нагрузку, и ты… Ну, и как вот через сито. Ты либо умер, либо тебе повезло. Ну, это просто вообще методом тыка. По сути, лотерея, да, методом тыка. Мы что-то тренируем. Да, потому что я вот, например, как тренируюсь? Я выбегаю и всегда… Ну, как, я никак не тренируюсь просто. Да, я выбегаю… Спасибо за лайфхак. Да, да. И потом… Да, ну, пойду. Да, пойду лучше пешком. Не, я выбегаю и бегу просто всегда вот, ну, по ощущениям. То есть вот я как могу, так и бегу. Никогда… Очень редко бегу медленно. Вот, просто бегу в кайф, но практически всегда, ну, на условном максимуме. У меня всегда большой пульс там, ну, для меня, который мне кажется большим. Может, он и небольшой. И все, я всегда бегаю. И у меня нет никакого плана. То есть я вот так начинаю бегать. Сейчас вот сезон закончится наш, айронстаровский. Я начну в зиму бегать. И я вот слежу, что я там свою вот эту десятку, я ее сначала там бегу там, условно, по 5 минут. И к началу айронстаровского сезона я ее там бегу там по 4.25, например. Вот у меня моя метода тоже. То есть я ничего не… Нет, ну, в целом же ты что-то делаешь. Я просто по ощущениям, да, бегу. Интуитивно, да, мы интуитивно правильно. Ну, очень многие вещи, очень много классных тренеров топовых, которые интуитивны. То есть они этого все не знают. Вот, ну, Брэд Саттон в триатлоне, у которого, извините, Даниэл Ариф, который там, что за хулиард титулов в длинном триатлоне, там, рекорды у нее там. И рекорды на дистанциях, там, 10 раз чемпионка мира, этот Никола Шпирик. Сейчас олимпийская чемпионка, там, скольки кратные. Один раз, по-моему, выиграла, один раз в призах. Сейчас у него девочка вообще феномен. Просто в Париже в призы, там, по-моему, серебро. То есть они вообще, типа, нет, вот надо это, это, это делать. Ну, у него, правда, вот, там, умерло 490 человек, там, 10, зато чемпионы стали. И, допустим, мужикам вообще не идет. Ну, работает, работает. Вот, то есть есть, просто есть, когда большая насмотренность. Интересно, как они выбирают этого тренера с такой статистикой? Нет, но он как бы, он вообще к нему многие мечтают попасть. То есть он вообще такой выдающийся, просто вот он так работает. И многие же вещи интуитивно, многие вещи от насмотренности. То есть есть тренеры, у которых большая насмотренность, он уже понимает, вот такому, вот так лучше не давать, такому лучше вот так. Ну, то есть вот у нас даже в, там, в набережных челнах... Профиль, в общем, метаболический профиль на глаз определяет. Ну, по сути, да, нам же как бы не обязательно на клеточном уровне понимать. А ты можешь сейчас определить, у кого какой? А-а-а. Ну, всё понятно. Да, понятно. Вот, Скотт, типа, сколько рук? Такой, ну так, смекалистый, значит, 10 по 1000. Ну, вот, как бы есть, ну, есть, кто себя чувствует классно, такие спортсмены. И вот сейчас, вот я говорю, в челнах был, общался там со старшим поколением, кто там выдающийся у нас спортсмены. И очень много верных вещей, которых сейчас ты там находишь подтверждение, просто они вот, ну, как-то к этому пришли. Вот как пришли, чёрт его знает. Ну, вот у нас, например, там, Равилис Хакович Кашапов, он там Кубок Европы, 2.11 марафон, он по образованию биохимик. Вот он известен тем, вот до сих пор легенды, что он бегал по 500 километров в неделю. Бегал в неделю. Зачем? Никто как бы не понимал. Ну, вот он бегал и бежал быстро. Вот, сейчас мы уже понимаем, что большой там низкоинтенсивный объём, при этом под его профиль ему заходило, он знал, что ему такое заходит. А другие пробовали, им не заходило, они умирали просто. Ну, как-то же человек к этому пришёл. Которые тренировались от того 490 жертв его тренерской работы. Вот, то есть много есть, на самом деле, кто уже просто насмотренность, он не понимает, там, на уровне, там, не знаю, погружения в клетку, но при этом абсолютно всё правильно даёт. Ну, получается, что тебе надо быть, ну, то есть нормальным тренером молодым можно быть только, если ты тренируешь по норвежской системе. Да нет, ну, надо просто... Не, ну, а иначе как ты? Ну, насмотренности нету, получается. Смотри, надо... Короче, мы всё чувствуем на самом деле. Просто мы не умеем интерпретировать... Мы тренера или... Нет, люди, любой человек на самом деле всё чувствует и очень хорошо. Есть один из точных методов по дыханию, как ты бежишь, например, и как ты дышишь. Это коррелирует с интенсивностью. Просто то, что мы чувствуем, мы не умеем интерпретировать. А вот как бы наука, она помогает интерпретировать то, что мы чувствуем. И, соответственно, лучше понимать, что мы даём, что нам это приносит. И, соответственно, если про молодых тренеров говорить, нужно просто этим увлекаться и этим... То есть не относиться так, ну, как-то там тренироваться надо и вот... И как бы и бог с ним. Просто надо этим увлекаться, и оно потихонечку... Все эти знания сейчас доступны, то есть, ну... Ну, ещё иметь всё-таки какие-то аналитические способности, а не просто увлекаться. У меня, кстати, есть ещё один лайфхак с моих тренировок тоже. Ну, если вдруг кто не хочет, это профиль своими... Ты опять же, это тренерские свои услуги. Нет, ты просто про дыхание сказал. И нет, я просто... Почему мне отвлекаться? Потому что я, ну, из-за того, что меня никто сейчас не тренирует, и я же всё равно осознаю, что я могу со своим пульсом и со своим вот этим бездумным бегом навредить. И я пытаюсь как-то себя, ну, условно контролировать, да. То есть где та грань, когда не будет хуже. И вот у меня есть такой как бы критерий, что я практически все свои тренировки, вот эти, ну, они там в районе часа у меня длятся, я по телефону разговариваю. То есть я не музыку слушаю, а весь час разговариваю с кем-то по телефону. Ну, и я понимаю, что если я... Человек меня понимает, и не вот это вот так вот, значит, ну, скорее всего, у меня всё ок. Я там более-менее... Ну, и, значит, пульс, типа, он для меня комфортный, хотя кажется большим. Ну, ещё есть такой ещё проще лайфхак. Жвачку жуёшь, если ты можешь бежать и не задыхаться, ты, значит, ну, в зоне там... Да, если ты случайно её проглотишь, и такой, где-то в середине леса, такой... И ты опять, да, в числе тех. На низкоинтенсивных тренировках, то есть там-то, когда вообще тебе легко. А по дыханию могу объяснить, интересно, почему. Интересно. Ну, мы когда бежим, нам на выполнение любой работы нужен кислород. Мы вдыхаем кислород, выдыхаем углекислый газ. Соответственно, даже по этому дыхательному соотношению вдыхаемого кислорода, выдыхаемого углекислого газа определяется интенсивность. Типа, сколько жиров, сколько углеводов мы жгём. Интенсивность, она, по сути, различается... Нет, это другое контролировать. После дискотеки, например, это плохо будет работать. Там высокооктановое топливо горит. Кстати, алкоголь не записается в организме, поэтому это приоритетное топливо. Это точно, да? Да. Ещё один лайфхак. Работает. Ну, правда, если мы бежим, то будет алкоголь сначала сгорать. Выгорать. То есть в качестве предтрена? Нет, после этого восстановления. Чтобы не было, как в анекдоте, решил приготовить мясо в вине, после второй бутылки забыл, что делаю на кухне. Из-за того, у тебя такой предтрен. Главное потом это не забыть вообще, что тренировка. Вот, короче, и чем интенсивнее мы бежим, тем больше нам нужно глюкозы, углеводов. Когда глюкоза сгорает, мы, соответственно, выдыхаем углекислый газ. Чем больше глюкозы, тем больше углекислого газа. Соответственно, у нас и дыхание активнее. Ну, то есть, тем больше кислорода требуется, тем больше углекислого газа мы выдыхаем. Собственно, поэтому мы можем по дыханию регулировать интенсивность. Понимаете, если мы мало, в принципе, спокойно двигаемся в зоне низкой интенсивности, значит, нам требуется мало кислорода, и мы не выдыхаем практически углекислый газ, потому что мало горит топлива. Когда мы интенсивны, нам не хватает, потому что очень много сжигаем углеводов. На это требуется много кислорода, и ещё много углекислого газа образуется. И, соответственно, мы вот пытаемся и вдохнуть, и выдохнуть. Поэтому дыхание, оно так хорошо коррелирует с интенсивностью. Да, прикольно. Так, а вот если, например, я всё-таки хочу не интуитивно всё, я теперь, у меня теперь религия тоже, норвежский метод, что мне делать? Ну, типа, я теперь хочу всё, что по науке. Мне нужно идти, грубо говоря, к такому тренеру, как ты, который возьмёт меня за ручку, отведёт. Или как Сергей. Ну, как Сергей, да, там, понятно, все твои лайфхаки. Интуитивный норвежский метод. Да-да, плюс алкоголь. Там и вантеевский метод. Он ещё, да, поконкурирует с норвежским. То есть я должна под руководством тренера прийти в лабораторию к Митяеву, чтобы меня подключили к датчикам. После этого снимается мой метаболический профиль. Я узнаю, кто я, наконец-то. Ну, типа, метаболическая натальная карта. Сними видео, как будет профиль сниматься. Кстати, шоу. Метаболическая натальная карта. Да, или съём метаболического профиля. Мы с Димом обсуждаем звёзд. Да, кстати. Метаболическую карту. Метаболических звёзд. Не, ну можно так спортсменам, ну, типа, и ставки, и тотализаторы. Мне кажется, будет очень скучное шоу. Ну да, там, типа, твои, Вика и Дима будут смотреть. Не, если Леся и Иванченко будут вести, то вполне может быть весело. Ну так вот, короче, всё. Я пришла, сняла с себя свой метаболический профиль. Старый. Ты бы узнала, что асцендент МПК у тебя в седьмом доме, например. А по новой троградным Меркурия. Да, ну и всё. И дальше, ну, грубо говоря, мне нужно постоянно... Телец непростой. Он такой с подковыркой. Ну, телец, явно у него метаболический профиль больше на выносливость. Это если в доме льва находится. Ну вот, кстати, в доме льва. Ладно, мы сейчас уйдём в астрологию. Да, это... К этому мы можем потом в конце вернуться. Ну так вот. Не думаю. Не знаю, так хорошо зашло. Короче, грубо говоря, моя мысль в чём? В том, что вот просто самостоятельно ты не можешь вот эту всю систему на себе применить. То есть либо интуитивно по телефону, либо идёшь уже со специалистами, работаешь под руководством тренера, снимаешь эти показатели. Их же нужно периодически, наверное. Переснимать. Переснимать, да? Ну да, каждый там сколько-то в идеале. Ну смотри, тут... Ну ты задай вопрос. Ну короче, это не какая-то простая штука, да? То есть ты не можешь это взять, грубо говоря, там... Типа в гематез не сходишь, не снимешь его. То есть надо с кем-то это делать, чтобы тебе кто-то... Ну ладно, конечно, да. Это оборудование. Ну то есть даже если ты просто придёшь и сдашь эти анализы, грубо говоря, в специализированную лабораторию, ты их не сможешь интерпретировать, это как анализы, которые ты потом показываешь врачу, и он тебе назначает препараты. То есть сначала надо идти к врачу, ну к тренеру, а потом идти... Нужно, чтобы тренер умел с этим работать. Вот ещё одна из отличительных черт вообще у норвежцев, как у них принято в культуре, люди из спортивной науки, они всегда уважают тренера и его опыт. И они как бы помогают ему. То же самое тренер уважает учёных и слушает их. И они вместе находят, ну по сути это же коммуникация двух разных сфер. И вот на стыке рождается вот то, что рождается. У нас как это работает тренер? Да нахер это надо, я всё знаю. У спортивной науки они такие, да, нас не слушают, но нет, мы так для отписки делаем какие-то тесты одни и те же, нам неинтересно. И как бы это параллельно живёт друг от друга. Всё. Поэтому нужно, если ты хочешь так работать, конечно, тренер, который умеет с этим работать раз, которым, ну или который хотя бы сможет, ему интерпретирует, он что-то с этим вот как бы сможет сделать. Потому что, ну вот сделали тебе профиль, всё расписали, объяснили. Ну вот у ребят, у них, допустим, стандартизированный отчёт, там даются рекомендации какие-то. Но даже на уровне рекомендаций куча вопросов возникает. Это вот как натальную карту в интернете строить, там тоже будут общие рекомендации. Это как весы, к сиаломе встаёшь, и это, конечно, уровень жиров там. Ну да, 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 это тоже есть, кстати, это входит. Просто там вам такие тренировки нужны, так-то делать. Возникает вопрос, а сколько, в каком объёме? Даже тут потрудились, вам посчитали ваш, называется, максимальный метаболический объём. То есть за неделю ты можешь потратить 15 тысяч калорий без базального обмена, без базового. То есть у тебя вот все тренировки, которые ты делаешь, это можно посчитать и контролировать, они должны быть, укладываться в 15 тысяч калорий. Бюджет тратишь вот, ну, как хочешь. Хочешь, что-то своё делаешь, хочешь на то, что тебе сказали, дали рекомендации. При этом важно питаться, закрывать эти 15 тысяч калорий правильно. То есть это всё вот так вот как наслаивается и становится. А ты даёшь рекомендации своим подопечным по питанию? Ну, в общем, да, конечно. Ну, я не нутрициолог, но базовые какие-то... Ну, либо ребята работают с нутрициологом, но какие-то базовые вещи, конечно. То есть как там, что, как потреблять, когда быстрые углеводы, когда медленные. Часто там, а можно выпить, а можно алкоголь, там, ну, бывает. Самый частый вопрос получается. Ну, частый, он частый достаточно. Ну, я говорю, ну, хочешь. Ну, просто главное им, как сказать, это грамотно, ну, разумно делать. Хочется, конечно, можно. Ну, просто знать, когда, там, перед интенсивными тренировками. Ну, говорю, нет, конечно, не надо. Но тебе тяжело будет, намучаешься. Там перед восстановительными, пожалуйста. Перед это за сколько, два? Перед, ну, с вечера, вот, допустим, если у тебя утром-завтра интенсивное, то лучше, конечно, не пить. Тяжело будет, потому что у тебя организм, как бы, ну, относительно, да, на каком-то пределе работает. У тебя нервная система должна, как бы, выдать определенный уровень. Когда, а тут она у тебя уставшая, ты не выспался, тебе тяжело собраться, тяжело включиться. Там, недовосстановился, сил нет, тут нечего сжигать, нет топлива. Ну, и вот это так идет, накладывается. Поэтому, конечно, ключевые тренировки лучше быть свежим, как бы, выспавшимся, там, поевшим, восстановившимся. А, допустим, когда что-то легкое, там, не что-то ключевое, ну, можно себе позволить. Это тоже нужно переключать мозги, это тоже полезно. Получается, что вот вся эта история с таким, с такой прицельной работой, это очень нишевая история. Ну, сейчас это очень популярным становится. Просто прикол в том, что маленький нюанс. Вот все, что ты спрашиваешь, потому что сейчас очень много людей напугается. Чем, как бы, начальный уровень, вход, тем меньше нужно заморачиваться. Почему? Потому что это, вот, кстати, Макс Журилов мне когда-то давно рассказал этот, называется правило мокрого полотенца. Вот ты, там, не знаю, в воду окунул, оно у тебя мокрое. Это минимум усилий, а, ну, или правило Парета. Я, кстати, здесь же рассказывал в нашем подкасте про это. Ну, ладно, еще раз расскажу. 80 на 20, типа 80 процентов. 20 процентов усилий, 80 процентов результата. То есть чуть-чуть выжил, много воды. Дальше все тяжелее выжимать, меньше воды. Также с уровнем спортсмена. То есть любителю, начинающему, что не дай, он будет от всего прогрессировать. А вот дальше, когда уже вот такой уровень. Тонкая настройка. Этот метод, он по факту может быть применим в любом виде спорта? Подход, на самом деле, да. Ко мне бывало, там, за консультацией обращались не циклические виды спорта, а там мотокросс как-то. Я просто как к этой, ну, там... Мотокросс? Мотокросс, да. А там какие вообще мышцы задействованы? Седалищные? Не, ну, там пежуха, это серьезно. Да, короче, в чем заключается, как бы, суть? Вот я просто на примере, да, чем мотокросс. Типа, ну, как бы спросили, я такой, я говорю, ну, как бы, где я и где мотокросс? Такой, ну, окей, давай вот просто на интерес поговорим. И на самом деле, я когда вот начал думать, я понял, вот как же, так же, как Олаф, вот он рассказывает просто постоянно, там, слушаешь его подкасты, как они это делают. Я такой, так, что у нас есть? Какой у нас запрос? Там, вот ребята устают, а у них, там, гонка идет, там, три заезда по 20 минут. Вот, я говорю, окей, значит, что-то с ними происходит, и нам нужно, чтобы они не уставали. Да, потому что теряется концентрация, там, они, ну, технически хуже едут, проигрывают. Окей, ну, значит, мы как-то можем измерить это утомление? Можем. Раз мы можем измерить утомление, мы можем понять, что внутри происходит. Если можем понять, что внутри происходит, мы можем подумать, как мы можем на это повлиять, и как это исправить, чтобы улучшить результат. И, по сути, вот это подход. Ты берешь, анализируешь, смотришь, как бы, ну, какая картина, подбираешь инструменты, делаешь, и вот те результаты. И, по сути, это, на самом деле, мы же начали с того, что бизнес-маркетинг, я не знаю, там, рисование, музыка, это же везде так подходит. Я даже в КВН, когда играл, я помню, бегал, и у меня вот в голове, типа, шутки придумаешь, а потом я уже начал думать, ну, блин, это же, типа, всегда повторяется паттерн какой-то. Думаю, как это работает? И, типа, юмор строится на непредсказуемости. То есть, можно шутку построить. И, типа, и у меня в голове такие, а потом, оказывается, это все изучено, и можно в книжке было прочитать. Но я, типа, додумался до этого, просто неинтересно было анализировать. И, по сути, в любой деятельности оно также работает, поэтому можно и на любой вид спорта, я думаю, просто как бы запрос, что внутри происходит и как это улучшить, вот. Доктор, почти. У меня еще один вопрос, так сказать, по нашему глоссарию. Вот для чайников тоже объясни, что такое лактат? Лактат? Да. Это продукт распада глюкозы. Когда мы выполняем работу, ну, у нас вот есть молекула глюкозы, она распадается на перуват, перуват, дальше... Для чайников. Ну, дальше перувата не надо, получается. Короче... Ого. Ого. Это перуват распался. Короче, глюкоза... У нас основной источник энергии – это глюкоза, предпочтительный для организма. Лактат – это когда у нас сгорает это топливо, у нас образуется лактат. То есть, точнее, образуется даже не сам лактат, а лактат с ионом водорода, то есть молочная кислота. Дальше, если у нас накапливается молочная кислота, накапливается она, когда не хватает кислорода, мы начинаем, грубо говоря, уставать. То есть, это не из-за конкретно лактата, а из-за ионов водорода. Ну, просто это параллельный процесс, и мы можем по нему мониторить утомление. Если у нас хватает кислорода, значит, у нас присоединяется молекула кислорода к иону водорода, он распадается на СО2, который мы выдыхаем, и воду. Остается молекула лактата. Мы её можем забрать в клетку и снова как топливо использовать. Вот, поэтому лактат – это, на самом деле, хорошая штука и топливо. Вот, главное – научить организм его использовать. Понятно? Да, ну... Что такое? Ну, вообще-то... Нет, не, просто Вася это рассказывала до этого. Ну, я-то просто для зрителей спросила. Короче, это сигнальная молекула. Она и топливо, и маркер, по которому мы много чего можем смотреть. Вот, вот, всё. Два простых, чтобы понятно было зрителям. Сигнальная молекула и топливо, вот, с которым мы дружим. Лена, обмануть хотелось. Говорит, понятно, на самом деле. Я по её профилю вижу. Метаболитическому, насквозь вижу. Да-да, отсюда вижу, что непонятно. Она тебе что, профиль свой показывает? Ничего себе. Ну да, мы тут уже столько записываем подкастов. К этому подкасту. Так, ну, вот молочная кислота, которая накапливается в мышцах, да, когда у нас мышцы болят, какие тогда, вот, исходя из этого знания, мы можем предпринять действия, чтобы она не накапливалась? Что бы ни было? Или это вообще, ну, для каких-то тренировок... Не, не, правильно, правильно ты спросила, всё. Понял, ты. Коррелирует, но мы не конкретно из-за молочной кислоты устаем. Мы устаем из-за того, что у нас вот эти ионы водорода накапливаются. Дальше у нас меняется PH крови, и за счёт накопления этих ионов в мышечном волокне там мышца просто уже не может сокращаться. То есть это закисление происходит. Ну, смещение PH – это как раз кислотно-щелочной баланс. Но, как я сказал, если у нас хватает кислорода, то это всё дело утилизируется, и у нас, как бы, грубо говоря, продолжаются работы. Главное, чтобы хватало топлива и кислорода. Соответственно, что нам нужно для того, чтобы на более высоком уровне нам хватало топлива и кислорода? Тренировать анаэробный порог. Это вполне измеряемая величина. Ну, и, собственно, норвежцы, опять же, чем отличаются? У них очень высокий анаэробный порог. В принципе, для любой дистанции. Это позволяет как раз выполнять больше работы и больше специальной работы. Неважно, это Ironman или это бег на 1500 метров, который там 3,5 минуты длится, или Iron, который 8 часов длится. Это всё так или иначе коррелирует с мощностью аэробного двигателя. То есть, чем лучше организм может использовать кислород, то есть, его вдыхать, транспортировать, утилизировать, тем мы эффективнее. Вот. Соответственно, это измеряемо. Как это тренировать? Ну, тоже есть просто тренировочный протокол, который, допустим, направлен на повышение анаэробного порога, либо на увеличение его ёмкости, то есть, чтобы мы дольше могли работать на этой интенсивности. Ты потом нарежь вилс, когда Вася это рассказывает, и потом я и вот это, знаешь, ловим. Тру-тру-тру, и птички вот это, знаешь, такой тру-тру, да-да, грузится, тру-тру, залип. Я, ну, я-то как человек простой, тренироваться я не люблю. Есть ли какие-то вот препараты, которые в норвежском методе помогают, ну, вот, что-то из того, что мы сейчас обсуждаем, улучшать? Вообще, норвежский метод, он предполагает использование, ну, разрешённых препаратов? Ну, разрешённые, что-то, что реально нужно, конечно, какие-то там... Ну, сейчас не про витамины, а вот, ну, что-то такое вот там специфическое. Фармакологию ты имеешь в виду? Ну, насколько я вот в это там глубоко погружён и общаюсь, опять же, с теми же норвежцами, то есть, и работал я с ними, там, ну, вот, моё мнение, что очень маловероятно. То есть, они какие-то используют базовые вещи, но главное у них углеводы, правильный рацион, то есть, именно, ну, то, что считается вот именно правильным. То есть, ты закрываешь питанием по максимуму свой колораж, все макронутриенты, то есть, все витамины, там, питательные вещества, все вот эти микронутриенты, макронутриенты, то есть, белок свой закрываешь, там, потребность в углеводах, клетчатку обязательно. Это сейчас вообще там вокруг этого тоже, ну, микробиота, там, иммунитет, это тоже там новая тема, очень глубокая. Вот, они считают, что в основном это ты закрываешь питанием. Дополнительно можно подключать, ну, то есть, углеводы мы просто физически, там, не знаю, там, 2 килограмма риса мы просто физически съесть не можем, это много. Для этого, допустим, существует гелия, когда у тебя концентрированы углеводы, они легче усваиваются, быстрее. Ну, вот это вот как бы спортивное питание считается. Плюс какие-то точечно, может быть, например, кому-то железо там, ну, вот, когда они в горы едут, они там пропивают железо курсом, потому что оно депонируется в организме, из него там растет гемоглобин, гемоглобиновая масса, ну, то есть, оно конвертируется, и чтобы, опять же, было как бы топливо для того, что мы хотим развивать, могут по анализам там предписать какие-то такие вещи. Ну, то есть, железо, они там, как правило, все, но то, что говорил Олаф, опять же, это базовый там витамин D, потому что у них скандинавская страна, мало солнца, железо, когда они едут на высоту, свекольный сок, вот нитраты, это доказанное, доказанное, есть вообще 5 веществ, которые доказан эффект, но не запрещены. Это нитраты, свекольный сок, креатин, бета-аланин, кофеин и что-то еще, всегда вылетает что-то одно, бета-аланин и, по-моему, ладно, допишем потом, я вспомню. Вот, ну, в принципе, это все реально имеет эффект. А, и сода бикарбонат. Так, а какой эффект дает, это самая доступность, то, что ты перечислил, свекольный сок, что даст? Там содержатся нитраты. Что дается на входе? И на выходе. Что даст свекольный сок? О каком выходе сейчас идет речь? О какой двери идет речь, так сказать? Да, да, да. Если мы говорим про не ту дверь... Что даст свекольный сок? Свежесть, прохладу и, скорее всего, силу земли, как в знаменитом мире. Ну, знаешь, просто нужно немножко разгрузиться просто. Объяснись мне, что это свекольный сок. Давай попробуем, что гадать. Ну, как бы да, надо стратегически продумывать день старта, если ты идешь ва-банк, как говорится. Если ты еще это все содой шлифанешь, то там лучше со своей кабинкой приезжать, как правило. Или сразу с пустой кабиной на старт. Нет, ну про этот эффект я понимаю, а что-то еще есть. Ну, короче, как нитраты работают. С доказанных эффектов. Нитраты с веквилем... Ну, есть там арант, есть там какой-то сейчас... Еще там, короче, разные растения, в которых содержатся нитраты. Нитрат, он у нас, попадая в организм, конвертируется в оксид азота. Оксид азота расширяет сосуды. Больше сосуд, больше крови прогоняет, больше кислорода. Соответственно, лучше доставка кислорода. Чем больше доставляется кислорода, тем у нас выше анаэробный порог, тем мы можем быстрее бежать и меньше уставать. Короче, свекольный сок, чтобы быстрее бежать. Чем больше свеклы, тем больше сосуд получается. Да. Это на всякий случай уточнить, да? Это русская поговорка. Это ивандеевская поговорка. Чем больше свеклы, тем больше сосуд. Ну да. Блин, извините, у меня просто... Ну, каждый раз, когда ты говорил имя Олаф, я всё время представлял снеговика, поэтому я это держал, весь подкаст в себе, и мне нужно было выплюнуть. Можно вставлять в эту картинку Олаф, тет-тет. Так, ну ладно, хоть какую-то практическую пользу наши зрители вынесут-то и пойдут за свекольным соком. Не, ну свекла же, она тоже, это же не обязательно сок. Ну, это как бы концентрировано, то есть свеклы сожрать... Есть разные агрегатные состояния свеколы. Да, я просто хочу рублю, да. Ну, продаётся, вообще прям в спортпите у нас возят. Вот я сегодня, кстати, забирал, сейчас на сбор повезу в Киргизию. Просто в таких шотах он концентрированный, его там, ну лучше не натощак, с водичкой, ну вот, ну пьёшь просто свекольный сок. Офигеть. Но он концентрированный, то есть это не поесть там качан свеклы. А сколько нужно съесть свеклы, чтобы почувствовать эффект? Не знаю, это... Ну, там же, понимаешь, с чем проблема? Свекла — это у тебя, по сути, свекольный сок и куча клетчатки. И то, и то, кстати, получается, нужно. Ну, если конкретно мы про эффект к соревнованиям, там уже клетчатку, наоборот, лучше не есть, потому что как раз не та дверь, если не заперта, то могут быть проблемы. Вот. Поэтому съесть столько свеклы тяжело, потому что у тебя клетчатка больше заполнит желудок раньше. Любую дверь откроет. Заполнит, да, любой сосуд, так сказать. Во всём и вокруг да около, да? Пришло время говорить о дверь. Высшее образование, начитанность. Можно сказать, не сказал. Я вообще хотела спросить. Давай ещё один панч. Короче, свеклы ты столько съесть не сможешь за клетчатки. Не, ну хорошо, зато можно нажать соком. Тя разорвёт просто. Если ты попытаешься съесть столько, сколько надо. Нет, ну соки можно же самостоятельно. Только не режьте это потом. А то у меня вообще большая обида на Iron Star. Все мои весёлые интервью перед стартом... Да не, мы только про свёклу оставим. Вот этот норвежский метод полчаса, это нахрен вообще никому не надо. Ну, на самом деле там одно и то же всегда. Не, ну такой сложный был для восприятия блог. Ну, я бы доступна вроде. Да, но тебя нужно слушать очень внимательно. Прям вот, ну... Ну, вообще на самом деле подкасты любят там, на тренировку включил, что-то там говорят. Да, поэтому свеколку вбрасывать между... Перекус, да. Между лактатом. Немножко свеколки, да. В тайм-коде вставим где свеколку. Лактат, свекла, лактат. Взять лактат, нажать на паузу, взять лактат. Да, ну я бы хотела немножко вернуться к личной истории, собственно... Со свеклой? Неожиданно. Мне, кстати, нормально заходит. Неожиданный переход после свеклы лет. Так. Ты какую-то личную историю хочешь, связанную с свеклой? Мы все во внимании. Да, я хотела просто поделиться. Ну вот вчера опять впритык на старт пришёл. А почему? Потому что полдистанции с горы надо бежать. Ну, а если ты... Ну, опять же, дверь не заперта, и ты с горы, там же ударная нагрузка, все дела. И лучше быть готовым к такому. Так, Лен, хорош и полезный совет получается. Ну, успокоились? Сколько у тебя лет в триатлоне получилась твоей триатлонной карьеры? Ну, смотря что считать началом, ну, в семнадцатом году... Ну, тот велосипед со звоночком. Семнадцатый год, и вот, ну, можно сказать, что вот в мае в том году, это двадцать третий... Шесть? Ну, шесть лет где-то, да, в триатлоне. Ты завязал? Я не знаю. Ну, пока просто не до этого немножко. То есть, ну, велик, вот сейчас мне там новый велик собирают. То есть, я безумно там люблю катать, очень скучаю, сам соскучился на самом деле. Сейчас как бы вел нужен, плавать тоже иногда хожу с удовольствием там. Ну, то есть, как бы это осталось, просто сейчас я как представлю это, вот этот режим, график. Хочется еще что-то в жизни делать, какие-то там более такие проекты с триатлоном. Ну, может быть, чуть позже вернусь к этому. Я уже, если честно, сам за себя это... Не ручаешься? Ну, да, то есть, мне казалось, я все, на всю жизнь буду бегать всегда. Потом, бац, ты там в триатлоне, бац, там паркур, бац, скейтборд. Я уже сейчас понял, что, ну, вот нравится сейчас, может занести обратно. Получается, у тебя сейчас как будто бы приоткрылась новая глава с трейлранингом, или ты еще тоже так в процессе какого-то поиска. Ну, сейчас, да, я хочу попробовать, потому что это хорошо получалось, нравилось. И сейчас за те там, ну, почти 10 лет, что я все-таки как бы далек был от гор... Ну, и там горный бег, это все-таки немножко, вот как мы вначале выяснили, далеко. Ну, как бы немножко анклавом таким стоял. То есть сейчас это такая индустрия, это так круто снято. Там есть деньги, там такая экипировка. Там, кстати, триатлон очень требовательный, поэтому все-таки там движок, вот этот олов, вот. Поэтому как бы вот эта наука очень сильно от триатлона. Веря к триатлону. А у этого снеговика вместо морковки свекла. Да, будет теперь. Нет, в нашем подкасте сделаем. Вспомнил анекдот про это короткий. Брат с сестренкой лепят во дворе снеговика, долепили. Сестренка такая, я пойду за морковкой сбегаю. Брат такой, подожди, Антка, чего? Две возьми, нос тоже сделаем. Вот, короче. Шутки в стиле Сергея Маккейнкова. Забрал мою шутку, блин. С языка снял. Ты её морковку снял. С языка морковку снял. А где у нас-то грань, я просто не понимаю, у нас вроде как бы Айрон Стар. Нет, ну я не мог тебя с этой шуткой одного отпустить. Да, граней вообще нет, все границы в голове. Свеклой затёрты были примерно 10 минут назад. Потом я уже видела, ты растёрты свеклой. Да, ну в общем, я к чему, собственно, подвожу. Мы с тобой общались про то, что ты планируешь участвовать в Роза Ран. Да. И хотелось бы вспомнить ту историю, когда ты установил рекорд трассы на Роза Пик. Расскажи, пожалуйста, эту историю для всех. Я сейчас за три дня там её тысячу раз рассказал, но специально для зрителя Рон Стар. Короче, это был суровый 20-й год. Все старты у нас съехали на вторую половину года. И вот этот сезон был, я ещё с ковидом Калининград стартанул, прям жёстко болел. И просто потом было каждые выходные старты, 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 старты. И вот это был конец сезона, я уже очень устал. Я тоже из Казани с Дуатлона прилетел, на половинку Айрон Стар. Я там уже плохо выступил, что-то там 10-й, 4-й, 17-й. Потом сижу такой, и мне что-то ребята в шатре у ветра. Ну, мы с ними как бы дружим. И они такие, а чё, типа, можешь спринт стартануть? И они такие, давай. Я такой, пошёл в шатёр Айрон Стара. Там, не помню, кто был там, типа, рейс-директор. Ну, короче, я говорю, а можно, типа, спринт завтра? И они такие, Вася, опять какой-то косяк. Говорит, ну ладно, типа, давай, зарегали. Я там спринт бомбанул хорошо, вторым стал. У меня там самый быстрый бег был в триатлоне на спринте. И я такой, всё, я тусоваться. Ты же уже тогда работала. Нет, чё. Кто меня уговаривал? Ты была? С другой фамилией и с другой внешностью. Короче, из Айрон Старом. И у вас был рядом фестиваль «Роза Ран». Я ещё тогда не работала. Ну, кто-то, короче, кто-то, ребята, типа, давай, типа, на розу. Я говорю, да я всё, я уже отдыхательный. Я завязал. Ну, я уже реально задолбался. Они такие, короче, ладно, мы тебя везде регаем. Хочешь, стартуй. Я такой, ну ладно, я там уже пить, курить и тусоваться. Значит, потом что-то мы к Вите Доронину съездили, он там эверестинг катал. Потом, я помню, с Эмеретинки отправил вещи с ребятами на автобусе. Бахнул с Эмеретинки полторашку вверх в Олимпийскую деревню. Вот я так развлекался. Пил, курил, тусовался параллельно. И такой... Прям вот на велосипеде. Ну, буквально, да. И на следующий день роза пик. И у меня друзья приехали. Я говорю, да давайте тусить. Они такие, я говорю, ну что, вы стартовать будете? Они такие, ну мы вообще-то на соревнования приехали. Я такой, скучно. Ну ладно, говорю, там, может быть, я выйду на старт. В итоге утром встаём. Я подумал, что меня одного позвали. Я, ладно, не знал горняков никого, ребят. Ну, именно из трейла. Я такой думаю, ну я сейчас один, ладно. Я смотрю, там Андрюха Брюханков, Саша Брюханков, Илюха Прасолов. Я такой, а что за подстава? Они что тут делают? Я думал, вы типа меня только позвали. Я такой, ну ладно, побежали. Ну и вот мы побежали, как-то начали толпой. Бежим, бежим, бежим. Я смотрю, в какой-то момент никого нету сзади. И только вот Никита Филиппов со своими палками всё бесил меня дико. Я говорю, что вы за хернёй занимаетесь? Какие палки? Ну тогда это вообще для меня была дикость. Вот, и всё, я бежал. Потом уже я просто что-то дурачился, фоткался, останавливался. Ну пробежал, оказалось рекорд. Пил, курил периодически. Ну да, ну да. Я ещё такой пошутил ребятам. Они такие пыхтят. Я говорю, а надо было кальян на высоте курить. Тогда бы нормально пошло. Вот, кстати, говорят, что курильщики лучше всего себя в горах чувствуют, потому что они привыкли к недостатку кислорода. К гипоксии, да. Потому что те, кто более ровный, им тяжелее. Вот мы сейчас на Эльбрус поднимались там на 4-700. У меня там тренируется, ну, это и мой друг. И он помоложе меня, студент. И он такой, он более вот как бы анаэробный. То есть вот... Ты так людей, да? На две категории не родилишь? Ну, это просто в контексте рассказа важно. И вот он больше как бы у него такой энергосистемы анаэробный. И мы когда с ним ускорились на Эльбрусе на 4-700, я пять шагов реально такой, всё. Он такой бежит, чё, пердун старый, такой на видео снимает. Ну, в общем, мы бежим. Я такой, а надо было кальян курить на высоте. Ещё что-то пошутил. Ну, вот как бы убежал. Получилось, что выиграл. Но рекорд, потому что всегда было весной, там был снег, а сейчас там было сухо, осень. И я по сухой трассе пробежал. Потому что, на самом деле, за 6 лет до этого мы с Димой Митяевым бежали кубок России. Там ещё быстрее результат был. Это я ещё не туда убежал. То есть там у меня что-то 51... Ну, там в районе 51 минуты. Сейчас там 52-28. Вот. Поэтому, ну, вот так пробежал. Я так неожиданно для себя обрадовался. Обрадовался. Так, ну, ты всё ещё планируешь побить свой рекорд? Да, да. Я сейчас прямо в Киргизию поеду, специально буду готовиться. Я прям очень хочу. И я ещё и побегу второй вот этот вот. Через несколько дней. Green Trail? Ну, я не знаю. Может быть, или Black, или Red. А что круче считается? Black? Ну, Black самая жёсткая. А сколько там дистанция? 25? Нет, 30. А этот, а набор? Ну, хватит там набора. Ну, если прям совсем жесть, конечно. Но это же новая, да, дистанция? Да, Black Trail это новая. Ну, короче, я между Red и Black думаю, что... Ну, как бы если поготовиться, нормально. Потому что тогда после Rose Peak я ещё встал. 25-ка была. Я там просто и умер. С этих спусков у меня ноги вообще отказали. Ты же ещё понимаешь, что между Rose Peak и Rose Trail два дня вечеринок и тусовок. А, ну ладно, короче, это будет выпуск. Я, ну, такой, как бы, каминг-каут сделаю. Вот, нарежете в рилсы потом. Это точно на миллионы просмотров выпуск будет. Готовы? Да. Я, короче, хочу порвать рекорд на Rose Carnaval. Ну, у тебя тогда должен быть самый лучший костюм. Нет, я просто быстрее всех пробегу. У нас там даже кронодометрижа нету. Так, когда-то Оля Тарантино вот так делала. Реально? Да. Но тебе придётся... Тебе придётся бежать по головам людей. Это тоже будет как-нибудь типа trail running. Тебе придётся... Нет, он же первый. Так мы сейчас так бежали. Или паркур по этим, получается, по бордюрам, по оградам и так далее. Мы сейчас там пробегали, там просто отдыхающие. И ты бежишь такой вроде соревнования. А, о, о, подойдите. Там люди вообще не понимают, что за человек с номером бежит. Вот, какой регион непонятно. Отлично, Вася. Я просто рада, что ты возьмёшь от этого фестиваля всё. Но я всё-таки рассчитываю на тебя на барных квизах и дэнс-баттл. Ладно. Хорошо. Хорошо. Как скажешь. Тут у меня крёстница. Хорошо. Я вообще хотела тебя ещё спросить. Не знаю, Серёж, тебя не напрягает, что я всё его... Да нет, вы болтайте, болтайте. После свеклы. Мы с Костей посидим. Как-то можно кропнуть, потом будет экран, чтобы я сейчас так... Нет, дорисуем в искусственном интеллекте. Это ты как будто весёлый... Как олов, олов. Свеклу чистишься. Нет, я как олов. Ну вот мы с тобой сейчас много чего обсудили, всех твоих разных достижений всяческих. Есть ли у тебя победа, которой ты гордишься или дрожишь больше всего? Вообще в каком-либо виде спорта, может быть, в паркуре даже. Я даже могу несколько знаковых для меня назвать, которые я действительно ценю. Потому что ко многим я отношусь так, ну типа фигня. Наверное, самое первое это... Нет, даже... Ну у меня были такие просто знаковые как бы точечки. Вот когда я на плавание рассказывал, когда я пробежал быстрее всех, я как будто очень так в себя поверил. Когда... Ну мы сегодня их касались. Когда я первый раз в кроссе, в лёгкой атлетике в 14 лет в призы попал. Потому что для меня это тогда казалось чем-то нереальным, вот быть, ну, призёром чемпионата, там, первенства России. Это вообще что-то вот прям невероятное. Когда сам там становишься, ты такой, вау, как это. Вот. Из такой, наверное, взрослой карьеры... Ну, неплохое достижение на Европе, когда был 15-й в триатлоне. Вот, наверное, это Кубок России, финал Кубка России, сам Кубок России. Потому что там действительно была конкуренция, сильные ребята, Олимпийский год. Ну вот это прям... Ну, если проанализировать само выступление, то есть там по всем видам прям хорошо было. Ну, в горном беге тоже там чемпионаты России какие-то. Ну, в общем, когда это было первый раз, когда ты вот на какой-то новый уровень выходил, наверное, вот такие штуки. И подводя черту нашему такому веселой, юмористическому, научному подкасту, по традиции, пожелаешь что-нибудь нашим зрителям? Пожелаю, наверное... Вот ты, наверное, триатлоняне, ну, кто? Триатлосяти. Триатлосяти. Триатлонцы, триатлонисты. Да нет, нас разные люди смотрят. Те, кто, может быть, вообще не занимается спортом. Триатлоны по YouTube, например, тренируются. Триатлонцы, это моя секта. Да, да, вот которые, как ты. Адепты тренировок по YouTube. Ну, короче, триатлоны и же с ними, если все, кто, в принципе, занимается спортом, есть такая штука в триатлоне, когда все-таки приходят не совсем по любви, а приходят, потому что это модно, потому что коллеги. Это, с одной стороны, хорошо, но это не всегда делает человека счастливым. Вот. Я бы, наверное, пожелал всем, кто смотрит этот подкаст, что-то, если вы этим занимаетесь, либо найти что-то такое и заниматься этим, либо уже в том, чем вы занимаетесь, найти для себя что-то такое, что вас делает реально счастливыми, что доставляет удовольствие. То есть, не чтобы вы там мучились всю подготовку и потом ради медальки там это сделали, а чтобы реально вот процесс каждый день доставлял вам удовольствие, чтобы вы вот постоянно были счастливыми. И вот желаю с норвежским аналитическим подходом к этому делу подойти, найти что-то такое, что прям вот каждый день вот кайф. Ну, горный бег, ты в горы выходишь, блин, вот просто я каждый раз сейчас просыпался, окно открываю, блин, смотришь, как красиво. Вроде те же горы, ну, не двигаются, не меняются. И вот что-то такое найти в виде спорта, пусть даже в плавании, вот кафельная плитка, подумать, какая она невероятная, и каждый день на плавании смотреть в нее и восхищаться. Вот, ну и, собственно, быть счастливыми в процессе, каждый день занимаясь там любимым делом. Даже если вы, например, на работе она вам не очень нравится, узнать, что вот у вас есть, вы там утром сходили на тренировочку, которая на весь день заряжает энергией, ты такую сделаешь. Либо после пойдете. Короче, учиться быть счастливыми каждый день от процесса, вот. Ну и, собственно, триатлон, мне кажется, это очень классная штука, которая в этом всячески может способствовать. Отлично. Спасибо большое за такое шикарное пожелание. Присоединяемся. Вам спасибо, что позвали, мне кажется. Спасибо, что пришел. У нас реально научно-юмористический подкаст. Да, друзья, спасибо, что смотрели нас. Всем пока. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok